Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 27 июля 2017 года, по одному из старинных 26-го день месяца получения даров природы 7525 лета. Шестица. Начинаем живой эфир, который звучит так. Тема, которая звучит так. Что сейчас происходит вокруг нас и с нами? Автор-сказитель Владимир Николаевич Артамонов. Здравия тебе, Владимир Николаевич! Привет, слушатели и Олег Сень. Потом я объясню, почему я так поздоровался. Хорошо. Итак, тема довольно-таки разноплановая. Что происходит вокруг нас и что происходит с нами? Здесь в любую сторону, ткни, всё это будет вокруг нас. Мы как-то сузим рамки, скажем всё-таки, на какую тему мы будем говорить? Или как оно идёт, так оно и идёт, и куда посмотрим, про то и будем петь? Ну, в принципе-то, чтобы правильно ориентироваться и выжить, жить в радости и выполнять предназначения, нужно понимать, каков мир вокруг нас, кто мы с вами. Исходя из этого, что нам делать, каково наше предназначение. Поэтому такую тему и выбрали. Поэтому нужно понимать, мироустройство, как всё это устроено. Мы не будем на высоких материях это исходить, а просто простыми образами. Так же самое коснёмся в том ключе, которое тоже кратко, что такое мы и наше предназначение, что происходит сейчас, какие изменения происходят сейчас, трепещущие вопросы. Вот, по всему этому пройдёмся так очень кратко и простыми образами. Потом я отвечу на вопросы, которые мы получили после записи по мироустройству. Может быть, немножко коснёмся записи, нашей записи с Алексеем, мультипляционную сказку «Ёжик в тумане». Потому что это тоже касается нас в полной мере по всей программе. То есть и все лекции, которые уже были записаны со мной, в принципе-то, они тоже сюда входят. Ну что ж, замечательный план. Давай не будем тогда уже затягивать. Это тяжело. Да, приступай к реализации. Так, а вот что касается мироустройства. Значит, глубинное понимание этих вещей оставим для специалистов. Я могу дать просто вам материалы для особо пытливых. В интернете набирайте видическое мироустройство. И по ведам там есть такое мироустройство. Вы там кратко увидите, что мириады вселенных, наша самая маленькая, и в нашей вселенной есть планета, где высшие, самые высшие по разумности существа живут. Это звездочка возле последней звезды, большой медведицы там звезда. А поскольку там светлое существо, поэтому она и светится, как звезда, хотя планета. Вот. Дальше. Велесова книга. Я рекомендую вам, Гнатюков. Еще по Велесовой книге они написали вот такую книжку. «Закон прави и мировой кризис». Ну, чтобы потом не спрашивали, где искать, я вам говорю. Патриотика. Издательство Патриотика. У других издательств, в Концепсуале можете, Белые Альги тоже поискать, и Николай тоже могут быть. Значит, вот на ней очень интересная картинка. Я на ней немножко остановлюсь, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Вот это по Велесовой книге. Релизник, видите? Вот. Значит, ну, кто не может видеть, я буду рассказывать. Вот. Это здесь, вверху Свара, Перун и Свентовит. Вот. Вот в центре этого прикрестия есть жизнь. Но она не где-то там вверху. Она везде вокруг нас и внутри нас. Вот. Вот эти три силы. И здесь же будет сказано, что Сварга Небесная держится на гармоничном взаимодействии Белобога и Чернобога. Так что, кому очень интересно глубоко познать, вот вам документ. Еще один документ я вам покажу. Но книги у меня этой нет, в интернете вы найдете. Иванченко, Александр Иванченко. Значит, вот так устроена Вселенная. И видите, она тоже яйцо. Кто такой Александр Иванченко? Когда он родился, поветуха по своей линии сообщила волхвам, что волх родился. Из Тибета приехал волх Заран. Он поговорил с родителями, чтобы отдали детеное воспитание. Чтобы из семьи отдали. Они не согласились. Тогда он стал жить здесь, там в селе, и обучать его. Но в принципе, так же поступало наше богиня Баба-Яга. Но она особенно сирот собирала и из неготовила волхвов. Но это придется по случаю, но это раз параллель, я просто провел такой параллель. Так вот, волх Заран его воспитывал. Он дал ему азбуку, которая за полторы тысячи до Кирилла с Мефодием была. Ну, чтобы пример такой сделать, вот слово Русь. Что такое по той азбуке? Не по Кириллице, не по Букице, даже не по образному, сейчас, мышлению на основе Букицы, а именно на той. Родовое движение совести сотворяши. Вот что такое Русь. Она вот самая главная. Родовое – это понятно. А что такое совесть, я вам рассказывал. Это совместная весть с Богом, с Творцом. Вот что значит слово Русь. У Абрама Ашубина она совершенно другую суть раскрывает. Но у нас просто свет, как мы говорим. Да, по буквам она совершенно тоже будет другое значение. То есть там наиболее глубинное, ближе к Руническому идет. Хотя букв меньше, значительно меньше букв. Так что вот особо кто интересуется, я вам дал материал. Ну и, конечно же, надо изучать Библию, но понимать надо то, что нужно взять оттуда. Выбрать нужную тебе информацию. Там очень много интересного. Поэтому просто так вот взясь на черной книгой, плохая. Ну, а нет. Там очень много разумного. Ведь задайте себе вопрос. Почему в первой, второй главе два Адама получается? Хотя в первой я уже рассказывал в тех тематике. Потом найдите, посмотрите. Я там рассказывал. Единственное, что я хотел бы еще здесь акцентировать, что вот в первой главе это нам пригодится дальше. Что нам делать, чтобы отвечать даже на вопросы, чтобы я не возвращался, уже сейчас расскажу, чтобы ориентировались. Так вот, в первой главе Бытия сотворил Бог человека по образу и подобию своему. А во второй Господь Бог создал, там сотворил, здесь создал, из праха земного человека. Одного, а там двух, одновременно, мужчин и женщин. и было написано, плодитесь и размножайтесь, и никакой верховности в этом нет. Как и все сущие, как все живое, как и травы, деревья, и все животные, насекомые, все точно так же, естественным путем. И так это было заповедано. Вот. А во второй уже там грех совершил. Через большое время Адам, из ребра Адама клонировали так же Елу. А там еще была лилит, но в канонической Библии это нет. Поэтому этому уделять внимание важно и очень много интересного. Вот даже тоже опять человеку, мужчине и женщине, заповедано в пищу что было? Плоды деревьев и травы семени. И все. И животным тоже. И хищники это же кушать. Они должны были быть. У них бы не выросли такие клыки за много тысяч лет, они бы не трансформировались. Это уже потом. А вот во второй уже дальше в пищу там все, что движется для клонированного человека. Поэтому определяйтесь с кем вы прежде всего. И от этого дальше вся Библия относительно Адама с Елой. Вот это момент запомните. То есть вот этих клонов. Вот вам я дал вам для познания мира, если вам интересно, кто глубинно хочет познать. Ну, а в интернете сейчас таких вещей много, которые ясновидящие, яснослышащие пишут, да, челлинги всевозможные. То есть, опять же, надо выбирать то, что тебе сердцу положено. Почему сердце воспринимает? Вот тоже нашел в интернете, что сила вибрации и поля сердечного в 60 раз сильнее, чем мозга. А магнетизм в 100 раз сильнее сердца, чем мозга. так надо сердцем думать-то. Вот я вас и призываю к этому. Ну, вот такое вступление я сделал, а теперь вот информации много. Я даже, в принципе, думаю, с чего начать. Так, даже в своем изначальном конспекте я к этому не пришел. Но давайте все же поговорим о мироустройстве с такими быстрыми, в быстром плане. Потому что я хочу оставить больше времени на ответы на вопросы. Это будет веселее, интереснее, чем я буду вещать, допустим, там 3 часа. Хоть и с улыбкой я вещаю, все равно это будет тяжело и надоедливо. А когда живой обмен мыслями, это очень здорово. Это взаимопонимание. Я увижу где-то, может, что-то я не прав, все правильно, замечательно, потому что я также от вас учусь. Я очень благодарен вам, что вы пишете там отзывы. Всем благодарен без исключения, которые даже отрицательны. Чувствую этих людей, кто они выполняет, даже и те, кто проплачены, я их чувствую. Я этим пытаюсь не отвечать или отвечаю очень доброжелательно и по-доброму. Но потому что у них позиция отвратительная, отвратительная. За это придется очень жестко отвечать у этих людей, кто оплачивается, чтобы специально гадить хорошую информацию. Я обращаюсь к тем людям. Я их не озвучиваю, а кто читает эти комментарии, они сами познают. Люди там очень громадные, видят насквозь этих людей. Потому что сразу видна цель. Ладно, не буду ключи рассказывать, как разгадать этих людей, сами поймут, кто это интересен. Кратко начнем. вот как. Мы уже с вами говорили, что все есть свет. Вот даже в самой Библии противоречие какое? Вначале было слово. А вот ветхом завете в первой главе свет появилось. Со света все началось. Так вот, вначале был свет. А вот просмотрим эти ступеньки. Между ними это еще кое-чего много. Так вот, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Отсюда слово, если его справа налево читать, волос велес, хозяин вещего леса. Это информационно силовое поле земли. Вот он Бог. Но слово это воплощение мыслей. Звуком, письменно, жестом, мимикой. Вот я смотрю, вот сейчас даже посмотрю на Алексея, я вижу, какие у него реакции, какие мысли у него проходят в голове, и даже вижу согласие и несогласие. Это все вижу, потому что обмен идет информацией через наши мимики. Это и есть слово, то есть выражение мыслей. Мысли. выражается. мысль была первая, а до мысли был звук, космические звуки. Откуда они появляются? От взаимодействия разных сил звук появляется. А до звука, а как это силы проявляются? Через волну. Через спираль, правильно говорить. Это для плоскостномыслищих нам придумали волна и все едино через волну, все едино через спираль, все движется по спирали. Так вот, а что вызвало вот эту волну? А вот волну и вызвал свет. Потому что свет имеет тоже волновую природу. И свет имеет еще и квантовую природу. вот по желанию ученого один доказал, что это свет квантовый, потому что он так хотел, а второй доказал, что это волновая природа, потому что он так хотел. И все правильно. Вот мы начали и понимаем, что все есть свет. Ну а теперь уже я уже упустил, обещал объяснить, что такое привет, на конце буковка Д. Значит это возникло вот почему. Когда мы желаем здравия друг другу, где-то на каком-то уровне мы признаем человека больным. В разных смыслах может быть больной человек. И на голову, и на физик, и на тело, как угодно. Мы его признаем уже больным. А если еще с другими эпидеми здоровья, то еще более больным. Большого там еще какого-то, крепкого здоровья, значит крепко больной. Вот. И это на каком-то уровне наше сердце ощущает. Поэтому вот я придумал слово привет на конце Д. Что это такое? В приветах мы с вами. И когда мы будем ведать, как жить в гармонии с людьми, с пространством, с богами, то никаких болезней не будет. И мы будем вечными, жить вечно. У нас тело создано именно так, чтобы жить вечно. Вот поэтому я с вами так поздоровался. Ну, это вам судить, вам принимать. Я просто так говорю, я свое мне не рассказываю. А я еще раз повторяю, что я ни с кем не собираюсь спорить. спор это не мое. Я люблю общаться мнениями. Вот. Там мне не помню уже кто, какая-то псевдоним сказала, что ежик пошел налево. Я ее поблагодарил, потому что я ошибся. Действительно, она пошла налево, а я сказал направо. Молодец, правильно читает, и слушает, и смотрит. Все сразу, и правильно делает, умница. И мне очень симпатичны такие люди. Я свои ошибки люблю признавать, поэтому критикуйте, я рад буду послушать, я просто буду разумнее с помощью вас. Если будем решать, когда взаимное уважение друг друга, вот тогда решается веды, узнаем. Я не хочу вместо вед ничего оставлять, ни знания, ни истину, ничего не хочу, именно веды. И мы жили по веде, а теперь мы живем по заповеди. Две приставки, для чего? Голову нам морочить. Приставка на приставку идет. Но как мир устроен, чтобы нам, я для чего это говорю все это, чтобы мы ориентировались в пространстве, и чтобы нас не могли обмануть. когда читаешь информацию, чтобы тебя уже не могли обмануть. Очень много уважаемых людей почему-то разделяет информацию от силы. то есть светское обучение дает информацию, а ведическое дает силу. Вовсе неправильно. Всегда рядом с информацией идет сила, неразрывная. А ведь очень разумно люди об этом говорят. Потому что основные простые принципы мира не ведают. Я тоже могу знать не все, я тоже могу ошибаться, я так же учусь, как вы. Время наше такое надо учиться. А еще друг у друга мы быстрее научимся. И вот обмен мнениями под видео в вопросах это вот та самая школа. Очень мощная школа. Так что значит еще гереместер смегист или тоже изумрудная скрижали то-то. Читайте. Очень разумная книга. Вот там и написано что вверху что внизу. О чем это понять? То есть как макромир устроен, так и микромир. То есть микромир внутри нас, макромир земля и все другие космические объекты, а устроен одинаково. А вот человек занимает срединное положение между макро и микромиром. Вроде бы макромир по отношению внутреннего наше устройство до клеточки если браться, да? А в макромир и не входим. но вот эта клеточка мы как организм являемся клеточкой вселенной космоса. И какова эта клеточка? Какую функцию выполняет? Поэтому космос нам дает силы, когда мы живем с ним в ладу и делаем во благо и для развития космоса. Если мы сами развиваемся, значит развивается и космос. А если мы нарушаем коны природы, не хочу говорить законы, коны природы, вот постоянно себя ловлю, резинку сегодня опять хотел на руку одеть, но в перерывчике одену, все же уже приготовил. Вот когда сказал законы, хлоп себе и наказал. Экзекутор такой маленький. Человек частичка космоса. Вот это надо очень хорошо понять. Значит надо быть в единстве с космосом, в ладу с космосом. Тогда будет все замечательно. Тогда будет у тебя сила на все. Без этого никак не получится. Именно так устроено. Вот примерно так же хотя наиложнее как устроено там ядро но мы привыкли к этому я примерно так же не буду сейчас мозги вам взрывать вот ядро вокруг него электроны солнышко ядро вокруг планеты вот или точно так же устроено все внутри нас нужно сказать что все движется по спирали вот а движение это может какое вот право лево вращение коснулся вопроса силы мы с вами разговаривали 4 часа поживи вот это как раз есть сила без силы мы ни на что не способны пересмотрите еще раз и просмотрите с такой позиции во все моменты которые там коснулся это проделки бафомета все эти моменты подключены к силе левого вращения значит чем сила характеризуется она характеризуется направление вращения вибрации и количеством этой силы вот три параметра так вот у кого какой приоритет вот этой силы левого или правого вращения вот все делится на две категории и люди и растительный мир и животный мир все делится на две категории в зависимости от того какого вращения больше у нас значит если мы родились в северном полушарии здесь а давайте вот все легко проверять на природе все точно то что согласуется природой если солнышко крутится вот так вот слева направо если мы встанем к югу лицом слева направо вот так да вроде бы против часовой стрелки а ведь сила на землю идет с правого вращения если родились мы в северном полушарии то вот этой силы у нас должно быть больше мы эту силу можем корректировать если мы даже родились на юге или южном полушарии мы можем перестроить себя но это надо все четко понимать все четко понимать и способствовать трансформации силы если мы пускаем на самотек это не происходит а если мы начинаем управлять это мы сделаем так вот это идущая с космоса на нас это яйская мужская сила которую мужчина получает поэтому мужчина рисует вот так треугольничком вниз острием мы силу воронка сверху посмотрите на общественных туалетах значки а у женщины юбочка вниз острием вверх треугольничек стоит силу снизу получает мы так вот мы разные поэтому когда мы обнимаемся мужчиной и женщиной идет встречный поток мы оздоравливаемся поля наши вырастают женщина в разы больше мужчины сил дает чем мужчина это я уже проверял по две локации мерял поле до того и после того да женщина в разы больше дает сил и это ее предназначение потому что мы-то тонкую силу получаем а она-то женщина земелька вот она созидающая творящихся свящих поэтому она и роженица но уж поскольку о живе начало говорить есть такая наша богиня жива это третья дочь лады матушки жена сварага по иерархии и вот праздник у нас живый был у славян ущуров и прачеров 1 мая 1 мая значит кто со мной дружит то увидит мою фотографию я был на лысой горе булгаковской куда маргарита на метле улетела это кунцево ну куда шабаш и меди так уже у нас сейчас навязан а на самом деле это было что 1 мая вот собирались девушки которые уже готовы были рожать и молодые женщины способны рожать вот это был их праздник так они вокруг костра крутили хороводы с метлами а еще был такой элемент красная косынка и вот этими метлами они все что накопившись этот застой за дьему все негативные мысли выщищали нам чистить сознание тоже желательно чем чаще тем лучше вот они этим занимались но реформаторы уже превратили их в ведьм ну а ведьма это ведущая мать опять же и слова великолепны вот слова трансформируются чтобы нам мы были разрушители когда подмена образа и пользуемся мы так мы разрушаем пространство то есть мы льем воду на крылья на мельницу бафомета так вот к левому вращению подключен бафомет в чем эта подключка заключается программа прежде всего и вот все те моменты которые 4 рассказывал где утекает наша сила бафомет организует сбор нашей жизненной силы и вот то что сейчас грядет какая сила я сейчас попозже буду охарактеризовать эту силу какая к нам идет вот он знает что ему он будет аннулирован но он отшалел от этой дикой силы он ничего не не соображает уже превратился в такого паразита который уничтожает источник сил через своих подчиненных через я не буду рассказывать люди разумные все поймут значит самая совершенная форма мироустройки это шар поскольку все движется в пространстве если это не шар то будет возмущать пространство вокруг себя а шар он скользит очень хорошо значит еще нужно понимать что почему марс движется по своей орбите земля крутится по своей орбите луна крутится по своей орбите вот эту орбиту задает стоящая волна между этой планетой и неоднородностью которая над ней еще есть там стратосфера атмосфера разряжена плотно не имеет значения есть стоячая волна вот эта стоячая волна определяет пространство в котором движется планета и они никогда не пересекутся пересекутся только тогда когда могут станут равны эти вибрации а это должно быть что-то случиться или по плану высших сил разрушается или стыкуется а по другому это не происходит вот все вокруг живое вот это все знают а вот спроси в чем эта живость проявляется почему-то тишина полная так эта живость проявляется через непроявленную для нашего глаза информационно силовую структуру все имеют все имеет поля и вот через это поля живости проявляется а наша мысль действует на это поле вот как мы взаимодействуем с пространством поэтому буквально все что нас окружает все живое если мы ругаемся то все поле мы уничтожаем а если мы любуемся с этим радуемся все оживает и силу нам дает ну вот я сейчас хочу предложить Алексею не знаю согласиться или нет мы проведем такой эксперимент который я не видел чтобы как-то средство массовой информации проходило вот мы сейчас проведем опыт вот с этим самым полем я не знаю там любой предмет который Алексей найдет если мне он покажет то я напрямую с предметом это буду работать а если не покажет то я буду через него работать через Алексея но он должен в своем сознании постоянно этот предмет держать тогда он сработает вот значит простой опыт обе локации у нас пока нет еще приборов которые бы жизненную силу замеряли и тонкий мир измеряли у группы Акимов Шипов Казначеев они как-то проверяли силу даже букв и они по 33 буквам составили даже список но в отличенных величинах допустим один там плюс 3 одна буква а другая минус 3 и вот в энергетическом плане вот этот вот не хочется называть алфавит альфавита латынь азбога азбоги не буки Кирилла Мефодии поэтому азбога она получается в силовом плане нейтральной ну чего вот делаем эксперимент я могу показать что это у меня в руках это обыкновенная биорамка кто слушает вот я сейчас смотрю у меня здесь стоит защита поэтому если бы не было защиты она бы у меня как бешеная крутилась в левую сторону почему а потому что все все электрические поля они раскручивают левую вращение они нас уничтожают это тоже подключка бафомета так спланировано так сделано поэтому у меня рамочка вот сейчас стоит почему потому что у меня есть защита вот Алексей что за прибор у тебя что ты показать ну давай покажи чтобы было спокойно ага вот вижу карандаш отлично вот сейчас его меряю поле значит я градуирую шкалу так и вот относительно вас если у меня вправо относительно вас будет влево поворачиваться это да а влево чтобы вы контролировали тоже мой опыт а влево нет значит я градуирую как мерить так размер поля больше 10 метров влево повернулось нет прошу это я вот делаю короткое замыкание делаю чтобы это юстирую прибор свой так больше одного метра нет хорошо больше 10 сантиметров больше 10 сантиметров чуть-чуть но больше значит один наоборот 10 сантиметров раз два вот 24 сантиметра 24 сантиметра хорошо похвали его хороший карандаш помощник мой так поле больше одного метра видите больше одного метра так больше 10 метров нет так один оборот один метр раз два два вот 3,2 метра 3 метра 20 сантиметров вот у него такое поле Алексей могу я померять твое поле возражаешь нет как хочешь хорошо это просто чтобы сравнить потому что карандаш такой маленький ты его похвалил да теперь твое поле померяем так больше 10 метров я а больше одного метра да значит один оборот один метр раз два три четыре четыре метра так вот теперь этот карандаш просто возьми это мы сейчас все опыт сделаем назови другим предметом любый арбуз так смотрим поле больше одного метра так больше 10 сантиметров да где-то вот так около 10 сантиметров то есть он только что был 3,2 метра а но сейчас поговорим об этом опыте все клади карандаш назови его карандашом и похвали его карандаш карандаш настоящий вот какие выводы с этого опыта здесь очень много во-первых наша мысль действует независимо от расстояния никакого не имеет значения для нее никакой преграды не существует где бы Алексей не сидел я опыт это делал с Владимиром Востоком с Екатеринбургом все одинаково вот это первый вывод значит отсюда какой наш вывод нельзя ни что ругать и особенно людей за глаза вы думаете что раз не видят нет рядом все можно ничего про него нельзя вот самое опасное за глаза ругать потому потому что нельзя исправить если я смотрю на Алексея он нахмурился глаза опустил все понял я что-то не так говорю и мы исправим или мысленно или даже жестом какой-то или взял отвернулся или что что-то все понятно что не так говорю извинился все аннулируется а если ты осуждаешь за глаза это начинает резонировать а если ты осудил человека святого в разы усилится и этот негатив к тебе вернется и тебе будет очень плохо поэтому никогда никому не советую за глаза людей осуждать и вообще не надо никого осуждать следующий вывод вот поэтому выросла наша репка я еще свою информацию проверяю по сказкам если она согласуется это правильно вот потому репка выросла у деда что он любовался каждый день да и не одиннажды а каждый раз когда мимо пройдет посмотрит вначале сколько листочков выросло да какие они да какие они хорошие каждый день она и выросла такая большая вот в этом секрет секрет о сущности ничего нет все просто и все реально когда знаешь обыкновенные простые устройства мира дальше все нужно называть своими именами вот назвали другим именем карандаш поле то у него исчезло а ведь она вот только что какой был огромный поэтому когда мы называем вещи не своими именами то мы разрушаем все матрицы нужно из нас матрицы нас формирует разрушитель это им нужно потому что правит главный правитель разрушитель если бы мы не были такими то нами нельзя было управлять и починить и закабалить нас просто было бы невозможно что сейчас своего опыта вот насколько я даже констатирую что более 90% слов мы не понимаем что говорим раз такое то мы все разрушаем очень осторожно будьте с семенами детей своих никакими не светочными никакими животными именами называть не надо ни кошечка ни заячка там не листочек лепесточек и прочее и прочее потому что вы разрушаете у них поле мало того мать или отец или мать между детьми и родителями нет информационной защиты сразу же кладется на ДНК то есть назвали заянькой будет заяц вот эти вот заячьи черты а мы все знаем уже но не подсознание вкладываем что он боится всего да такие заячьи черты вы будете ему вкладывать прямо в пацанами поэтому только по имени и имена должны быть светлые все надо уходить от тех имен которые наработаны за тысячелетие они не наши вот на Алексея я смотрю на него имя нормальное имя Витязь и Волхов Олег Олег Витязь Олег Волх вещей Олег поэтому надо смело менять имена теперь ну а мы этим и творим мы творим мысли я мерил поле у этого карандаша и мы если его постоянно ругать она скажет сломается потеряется все что угодно она работать не будет это уже тоже проходил он в академии четыре года прописал одной ручкой китайской золотым пером я ее все время хвалил она мне так и работала так классно а другим пером там скоропись нужна была быстрая другим пером очень трудно было писать вот это видно происходит так что мы с вами или разрушители или творцы но пока что сейчас пока мы не знаем наш язык нам не просто не просто так его кастрирует даже вот такое слово нехорошее скажу вот чтобы нас держать вот на таком уровне чтобы мы не соображали что делаем и были разрушителями и чтобы мы нас было легко подчинить так ну вот прошлись мы с вами пожили но это пересмотрите особенно меня даже жалко смотреть на девочек которые да и вообще вот сейчас смотрю но зимой что ты ходишь в джинсах холодно а сейчас что и очень жаль смотреть когда рваные брючки особенно на коленях в любой дырке через одежду просто фонтанирует жизненно силу ходит любая рваная одежда то же самое вот лохмоть отсюда лох будешь лохматый нерасчесанный тоже через волос идет информация если нерасчесан получается мысли спутанные информация получаешь спутанную отсюда лох которого легко обмануть лохматый отсюда и плохо по лоху так вот теряя жизненную силу а если нет у женщин сил то нет и мужиков это опыт тоже проводил неоднократно женщины нам дают в основном силу а если не дают то мужики быстро умирают вот вам ответ почему мужиков нет берегиня вы же наш это ваш работ вы не понимаете как живете поэтому я вот сегодня взял такую тему чтобы на простых образах показать мироустройство более широком плане во всех тех лекциях по живее есть я сейчас просто пробегаю посмотрите и по мироустройству тоже там пройдемся особенно интересно по кинематике значит в истоке все гармонично и мир создан гармоничен вот дисгармонию носит человек давайте поймем что такое слово гармония армии там надо разделить гармония для движения ра изначально свет все творящий моно уже знаете слово хоть не наше оно опять сгруппировано но мы уже суть понимаем вот моно это единение так что вот движение вот единое движение света творящего все и все из света и божественное качество у нас проявляется тоже как источник света бог является не света источник света и мы являемся с вами источниками любви вот и бог является источниками любви а любовь оказывается выше всех богов это среда где они живут напитываются этим и излучает на нас а мы на все окружающее вот наше предназначение на земле одухотворять мысль и словом чувствами но распроизнёс чувств сколько их кто знает сколько чувств но 5 все знают да еще какое-то шестое есть интуитивные да их 108 чувство любви есть а чувство радости есть а сколько чувств мер это вообще их сочетать невозможно во всем есть мера чувство пространство чувство времени об этом нам молчат чтобы мы не проснулись значит все меру устройство основан информационно-силовом обмене вот потоки и материи нет есть разной степени уплотненная сила под огромного увеличения посмотрите любой предмет даже и металл и камень как угодно вы увидите игру света все когда начнете увеличить увеличить увеличение там увидите игру света больше ничего поэтому и сказал что вот та модель которая ядра на ложный атом также бесконечен как вселенной поскольку мы уже понимаете догадались что мы живем в мире или же первых мы не пользуемся неправильно своим языком нам его возвратили наша задача теперь его возвращать возвращать образный истотный язык видимо придется свой опыт рассказать когда-нибудь вот путь кратчайший путь по изучению образного истотного к или по крайней мере путь к образному истотному когда-то видимо может быть на эту тему тоже поговорим это тоже расскажу свой опыт это не если он окончательно а вот такой свой дальше иллюзия еще и в том заключается что мы в обычном мире живем плохо хорошо свет тень вот сегодня ночь день 8 так вот и гоняет нас за ну края в другой край не может быть жить белобог без чернобога на этом держится мир но вот суть об этом сейчас поговорим как происходит если допустим они в равенстве то получается не то не все как раз посредине вот это экватор спасибо говорить то вот на земле это экватор узенькая полоска по экватор идет здесь интересный момент происходит вот не то не все если мы родились северном полушарии то у нас должно быть от права вращения больше света больше должно быть неспроста там же опять о мультиках ой маугли шавка дать мы идем на север на север надо идти что света набираться вот право вращения солнечного набираться чтобы перефак трансформироваться ну вот я потом вначале говорю все зависит от твоя мысль можешь любой человек перетрансформироваться если сознание своих ключ будет понимать что происходит будет постоянно находиться в правом вращении силы права вращения отсюда и хороводы наши а про хороводы вообще очень интересно там происходит я посмотрю как на часа полтора два ты мне дальше поговорить даже тогда уже сейчас после него слова хороводы что потом мне возвращаться посмотрите как правильно хоровод делается мальчик девочка мальчик девочка мальчик девочка мальчик девочка о нас смотрите право вращение больше мужчин а тут левое вращение вот они стыкуются мужчин должен быть право больше все великолепно светлая пара и дальше по всему кругу если в круг где рядом уже какой-то дискомфорт проходить по прохождению силы здесь так кольцо больше большой тор формируется вот именно тор вокруг людей вот такая бублик мощнейшего силы возрастать а если крутится хоровод в паровую сторону сила идет сверху в левую снизу земли поэтому надо и слева в левую покрутить и больше в правую а насколько больше на по числам фибоначчи то есть по золотом и пропорции а допустим сколько 13 раз в правую да и 8 в левое кругов или 8 в правую и 5 в в левую по числам фибоначчи сколько кружочков сделать все тогда будет вот это гармоничное вот это вот и здорово если там такая прокачка силы идет в хороводе но если вот этот хоровод стал выпиши человек или покурящий здесь образуется дырка моментально подключился в афомет и всю силу с хоровода стянет на уровне интуитивном я сколько учался в хороводах люди смешно зажигается выпивший а и пустите нас а не пускай интуитивно не понимая я тогда не объясняла вот люди которые вот противиться них они хотят потому что уже другая тут ли и получили мощный заряд силы и вот это уже резкий контраст каждый ощущает кто подходит и не комфортно сразу потому что уйдет сила человек а он же еще в восторге приходит на высоких вибрациях они у него борются там такая дикая борьба с высоким настроением и подключение все стекло забирает бафомет поэтому через курево через наркоманию через рукой через спиртное любое через программы которые подвешены у человека мысленные программы тоже идет съем сил как чистить сознание потому что поговорю поэтому когда в хороводе девочки длинных юбочках это полоком колокол по сбору женской силы а мальчики в косоворотках чтобы правая одежда была у меня косоворотка вот видите застежка так как женщины застегиваются мужичи у мужчин застежки должны быть именно все так и у верхней и у средней и все нижней все должно застегиваться как у женщин тогда одежда нам закручивать право вращение что нам категорически не хватает потому что вся матрица с нас снимает живую жизненную силу на левом вращении закручивать на мне вращение чтобы нам ее снять эту силу а мальчики рубашках косоворотка и обязательно под паясами пояс слова пояс у девочек от ясно от местного солнечное сплетение ясне вот отсюда сарафанчики но а у мальчиков по пупку ими ни в коем случае не ниже потому что и правильно сделан также чтобы ремешок закрепился как и косоворотка когда все правильно вот этот пояс собирает тоже торсил собирает все излучение на себя собирает неважно еще пояс совершенно не важно на нем тор и с этого тора через пупка по всему телу все распределяется вот когда мальчики подпоясаны все соответствующими символикой вот симметричные тоже на 1 рассказывал что такое сварка небесной симметричной галактика наша если символика им соответствует тогда гармонизация происходит с пространством до подключика идет мощнейшую агрегору светлых сил миллиард полтора миллиарда если человек на земле светлой силы наработали такую мощную агрегор но мы от него отключены это к этому чтобы взять у него силу надо попросить когда ты попросишь они ждут светлой силы чтобы их попросили с радостью тебе будут помогать но надо попросить а темная сила себя навязывать вот вам разница различайте легко различить кто навязывает бегите оттуда а светлые надо попросить вот это очень мощное развлечение ключ понимание с кем вы имеете дело так что и программы навешаны всякие и матрицы и людьми но раз уже здесь сразу нужно сказать что вот я говорю уже чистить сознание сознание это шар вокруг нашей головы эго ниже плечей шар то есть яйцо больше всего закрывает ноги это поле вот такое эго сознание нашего круг головы туша еще шар над головой выше я выше а на все это наложены чего те тему тела которые называются эфирные астральные ментальные казуальные а бутхическое атмическое но сейчас с новой силой появляется явно появляется еще и новое тело вот поэтому вот это сознание его надо чистить а прежде всего как это сделать вот эти программы надо снимать они и людьми ставятся и системой и залетные всевозможные есть вот эти программы и паразиты энергетические паразиты у них название очень много атлярвы и прочие прочие но их может сфотографировать человек который поля видит у меня вот такой фотографии есть на ней фотография этих темных сил как чернильное пятно темно-чернильное пятно бесформенное они быстро перемещаются и мы вот если не видим то нам их не сфотографировать а видящий человек это делает поэтому этот снимок сделал вещи человек и вот это у меня она есть фотографии у нас и было потери то видели бы все но я так рассказал что как это выглядит так вот они подключается к нам их тоже надо гонять вот теперь чтобы чистить сознание надо еще и находиться вне патогенных сон не подогенные сон нас разрушает и наше сознание разрешает вот один из вариантов которые я сказал что девушки делали на 1 мая но вот этот праздник же вы подменили как уже знаете праздником трудящих со всех сил и это уже был элемент красной косынки у революционер посмотрите посмотрите старые мне художники рисовали вот я их художниками называю живописцы живопищущие или жизнь пишущие а художники от слова худо то есть рисуют то что глазу неприятно или вне нормы то есть то что между границ натурализм который отвратительным или туда абстракция что вообще непонятно что нарисован и вызывать никакие чувства а вот настоящее что опять же это вот здесь вот тоже две крайности вот это и есть иллюзорность мира время гряди совершенно другое вот поскольку я произнес что материи нет а из разной степени уплотненная сила отсюда есть вывод что все вокруг пустое на макро мире это легко понять посмотрите расстояние между планетами и солнцем допустим да какой она занимается сколько там по сравнению с этими которым и для нашего глаза или приборов выявлено и какое пространство занимает вот эти вот конечно это пространство пустое так вот так мы устроим наши щуры пращуры знали это поэтому легко проникали через любую стен стен стену не нарушая стену и не нарушая себя время его тоже нет есть процесс изменений но вот сколько мы знаем время даже вот из этого исходя 3 а вот будущее она специального так она будет или нет и у него много варианта куда пойдет непонятно а слово грядущее она у нас редко в обиходе и в сознании но как будто отсутствие а вот когда выбросили две буквы ер и ель мягкие твердые знаки это тоже времена были твердые знак это означало продолжающийся процесс творения когда она началась когда закончится неизвестно мягкий знак законченное творение а когда началось неизвестно и когда закончилось неизвестно вот еще три времени его назвал ну вот со временем надо быть осторожна потому что это процесс изменений если ты его не уважаешь если ты его относишься к нему вот очень опасно и уже говорил но вот еще нужно напомнить сожалеешь о прошлом недоволен настоящим и боишься будущего ты очень сильно себя разрешаешь очень сильно и быстро старится человек ну вот даже мироустройство можно несколькими фразами назвать движение силы во времени три четыре слова все вот это есть суть всего бог любит движение сила понятно время надо заменить процессом изменений вот и все вот и все мироустройство вот это все основа всего сущего ну а бог очень любит движение потому что сила проявляется через движение что останавливается мертво и чем все больше движение тем и больше силы еще один из принципов подобие притягивает подобное и творит подобное не как нас обучали в школе что разъемен и притягивается а вот именно так устроено так формируется агрегоры так сближается люди противоположно не о чем говорить и на энергетическом плане на силовом плане совершенно другие тоже вот выбрасывая из оборота слова энергии сила понятно энергиями непонятно буковка появилась с 1070 году петр первый вёл после реформы поэтому я все слова эти буковки подвергая сомнения и понимание вот поэтому подобные силы притягивайся собирается и люди собираются по интересам также значит если хочешь чтоб вокруг тебя люди собирались светлые хорошие прежде всего стань сам светлым сам излучай свет 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 от света отличается я вот тут немножко кто смотрит покажу посмотрите вот аура видите на все на красный человек агрессивный а это лавандово-белое а вот здесь выемка вот здесь вот в этом есть проблема бедро сломано был но свет сохранился поэтому этот человек излечился мгновенно сбежал с больницы и перелом вылесил домашнего слова без гипсика за всего за 28 дней по выписке там нужно было 6 месяцев лежать постельный режим а потом 6 месяцев учиться ходить это 6 недель 6 недель 6 недель 6 недель 6 недель 6 недель лежать и 6 недель учиться ходить с костылями начинать а потом так далее вот ничего этого не было с костылями правда ходил сразу сразу не делать нагрузку на ногу вот и все но прошелся вот таким основным принципам которые нужно ориентироваться чтобы правильно жить в нашем пространстве чтобы понимать что происходит вот ну а есть еще такой момент который я тоже уже говорил что ученые открыли лет и втором году много на близкое время а премия дана этим людям и эти процессы а уж теперь не запомню но суть в чем когда клетка наша умирает она выделяет огромное количество силы вот организм и эту клетку берет себе это один путь и второе вот это элементы которые не остаются организм использовать для строительства вот это путь вечной жизни но это будет происходить у человека который живет в ладу с миром а кто живет на низких вибрациях вот этого не происходит там клетка умирает и гниет организм ее уже не воспринимает идет отравление вот в каком режиме сейчас мы живем поэтому выключиться из этого режима путь простой тоже надо переходить на высокие вибрации вот вот сейчас наша задача быть богатырем пространстве своих событий отсюда один в поле войны не наш это пословица один в поле него но что такое богатырь я уже говорил носитель то есть не только в себе бога держит но он живет по богу шо фраза верь верю в бога в бога верю он там где то есть и ладно а вот верю богу доверяю богу вот это уже другая категория то есть когда бог в тебе и он управляет тобой так вот сейчас время такое нужно пробудиться приготовиться прием большой силы я вам потом покажу какая сила идет вот надо быть готовым тогда нормальный переход происходит уже он идет переход уже земля перешла в другой измерения переход идет и наш сидящий такой режим я тоже потом объясню покажу когда ты это понимаешь значит ты спасся природа матушка всех негативщиков сейчас просто уберет из этого пространство вот вчера у меня про племянник умер 33 года я знаю его образ жизни он не мог выжить в этой среде молодой вроде бы крепкий парень 2 метра рост не и родственники не знает от чего но он жил вот так паразитировал он же паразитировал чисто на всех и все я ушел без всяких видимых причин болезни это вот живые примеры о чем нужно помнить так вот быть богатырем то есть принять божественный мир сона строится вычистить сознание свое чистку делать чему чаще чем лучше через медитацию что такое медитация управляемый сон а что такое сон это не управляемый не управляемая медитация вот а когда управляемый сон то есть ты не отключился а в дреме находишься а вот дрема дремущий вот это и есть вещи лес и попадаешь из челес информационно силовое поле земли включаешься тогда ты отключаешь ум после таких медитаций становишься разумным вот это и будет спасение каждого человека и кто рядом глядя на тебя тоже будет спасаться поэтому и есть спасешься сам спасутся сотни вокруг тебе сейчас это время пришло мало того насколько вот я общаюсь сколько такая есть информация сейчас на земле очень много представителей всевозможнейших космических цивилизаций наших физических телах многие из них пришли впервые и для одной цели помочь людям встретить вот эту силу который идет помочь ее воспринять на себя и они от проводники будут эти силы есть и другие категории всячески затормозить этот процесс продлить время паразитизм и эти есть есть пришли которые кураторы то есть у нас есть чур и прощу я не буду мне не нравится слова ангел ангел архангел чур и прощу вот кто наш хранитель так вот у них есть куратор так вот и кураторы пришли то есть более высокой категории у куратора там шуров и прощуров на земля может быть десятки этой сумме кураторы сюда пришли они безо всякого предназначения тоже только то выполнить эту функцию встретить вот эту силу которая к нам идет и трансформирует я на землю помочь земле матушки и помочь людям пережить вот сейчас происходит разделение но опять же очень уважаемый человек вот три хлеба наш появился произнес сейчас идет разделение по вертикали ничего одного не бывает во время революции семнадцатом году было по горизонтали вот черное то есть красное а вот белые смотрите по вибрации я красные низкие вибрации белый высокий раз эти были духовные люди но их как к нам негатив воспитан к этим людям это был духовные люди а красные агрессивные разделение по горизонтали на ничего подобного а вот свет к саму же какие символы взяли уже не шло по вертикали по вибрациям уже шло то есть ничего не бывает однобоково а сейчас идет по вертикали четко разделение по вибрации но отсюда и по горизонтали это то же самое поэтому сейчас этот процесс очень мощный идет я покажу картинку я пишу вот мне слово благодарность вот сейчас надо быть за все всему и все благодарны потому что все будет все живое то что тебе ручка служит то что на листочке пишешь ко всему и все должен быть благодарным как у нас перевернута опять же вот недавно два дня назад не дуя домой выскакивает такой пьяный человек молодой парень где-то лет 26 улица ты брать пьяна сигареты не до куришь мака его в асфальте бежит дальше я грустого я и с этим категории иногда разговаривали и по я понял что не напрасно поговорим достал я его рестой он оставился только чё сделал ты даже не затушенную сигарету бросил на землю ты представляешь что такое земля ты ты представляешь что такое мать твоя родная она тебя вскармливал так вот земелька матушка всех скармливал но попробуй ты своротной матери ткни сигарет или брось ненашеную сигарету тем более затуши на ее лице ты представь мне носик земля выше категории земной матери что ты сделал извини подобрал я больше не буду я тебе обещаю все 100 выпрямился улиц уже не болтается он взял себя в руки до человека дошло люди привыкают приходя в лес бросить сигареты потом пожары это же привычка я как представишь самому становится нехорошо что мне не свойственно туда но я иногда трачу потому что тоже восстанавливаюсь потому что такого чуть-чуть подтолкнуть еще кто-то потолкнет тоже и курить ты просится после такого взрывного даже в этом состоянии благодарность вот здесь дар просматривается на дарность носит а носить носить дар было ага это жизнь жизни дар носить го жизнь вот дальше остается бла бог ла бога ла любовь ассо любовь истока ассо а это образ буква а исток вот слово благодарность так если ты в состоянии благодарности то у тебя уже будет внутренняя вибрация 45 герц это уже сейчас в наше время это уже минимальная чистота чтоб просто выжить по нашим чувствам все негативные чувства они ниже семи герца самая низкая там страх и злоба 0 2 десятых герц и вот как средства управления нами это страх вот пришло время мне задать вспомнил мы вот опять ёжика в тумане снимали я не совсем тогда еще понял кто такая сова я правильно сказал что это сва небеса это символ веды сессии ведами символ мудрости а чего на себя так-то ведет я думаю что сергей козлов он сценарий писал режиссер и мультипликатор это юрий норштейн как режиссер сценарию выставил или какие у них я не знаю какие идеи были но моя моя мысль вот такая значит сва должна заниматься просветительством это вся система образования и средства массовой информации вот на начальном почему почему я понял что средства массовой информации как добывает сми для себя материал они берут интервью даже вживается несколько месяцев и недель даже год живут где-то собирает информацию а потом начинает выкладывать книги писать и так далее то есть они берут от нас а пишут от своего восприятия искаженно вот чем сова на начале занималась она передразнивала нас ёжик это мы с вами она просто передразнивала то есть это средства массовой информации но когда нас полностью в иллюзию угнали вот этот туман мы по полной программе и творим сами иллюзию мыслью свои вот они теперь что сна там держать она стала они стали на стращать вот на страхе и держат управляет нас но любое средство массовой информации не посмотри там один одним из прошествий они проблем ничего радостного то нету а черт если радостно как она наигранное что-то что не принимается нашей душой всевозможное шоу чем хуже народ живет тем больше шоу вот поэтому слово благодарность мне очень понравилось поэтому когда даже внутренне попробуйте чайку своим даже на этом слове почувствуйте развивать первый шажочек вот так успокойтесь а не медитации включите и произнесите в холод даже мысленности звук то вообще вот хорошо мысленно спасибо даже может сейчас попробовать почувствуйте а потом произнесите благодарю вибрации разные совершенно разные вот и тренируетесь на этих словах развивать свою чуйку сейчас это очень необходимо для духовного роста просто чтоб спастись я не хочу никого стращать мы живем чудное время это наша попасть в это время это не знаю какое счастье сколько надо сотни воплощений чтоб хотя вот за это то что мы сейчас получаем за это воплощение надо не пропустить мы получаем заодно воплощение так мир изменяется а это время я говорю нет время есть процесс изменения поэтому все говорят как-то времени ускоряется процесс изменение происходит очень быстрее и вот осознанный человек когда все это понимает он выберет естественно свет он выберет высокую вибрацию свет опять же вот какой он оттенок то какой черный красный или белый вот фауз да там сатана у него одежда какая была сверху черная подкладка красная вот поэтому я даже тогда красивая женщина красивый сарафан все красиво не красный это низкие вибрации надо их мир это их вибрации вот если ты хочешь получить ответ он сам себе не придет задавай почаще вопросы почаще на любую тему не стесняйтесь мира такой сейчас идет подключка осознанных людей к вещему лесу информационно-силовом поле земли а ясновидящие не и выше подключается к чистому полю а это информационно-силовое поле космос тогда только богатыри ходили вот я и призываю сейчас быть богатырями в пространстве своих событий вот это наша сейчас задача любовь к каждому дана нам в дар величайшая сила мироустройства величайшая сила она все преобразует все и все я я тоже это зачитывал но одно я когда-то пообещал прочитать зачитать и выдержку евангелия тесеев как очень интересно я своими словами сказал и очень мало почему это сейчас очень касается и очень нужно понять вот сейчас я нашел и хочу вам воспроизвести из иисус говорит и сею но я говорю вам не убивайте ни людей ни зверей не то что станет пищей вашей если вы принимаете живую пищу она наполнит вас жизнь но если вы убиваете свою пищу мертвую пищу у нее также и вас либо жизнь происходит только жизнь а смертью всегда происходит смерть ибо все что убивает вашу пищу также убивает и ваши тела а все что убивает ваши тела убивает также и ваши души и тела ваши становятся тем что из пищи ваша равно как и дух ваш становится тем что есть мысли ваши Потому не принимайте в пищу ничего, что было разрушено огнем, морозом или водой Ибо обгоревшая, сгнившая или замороженная пища Также сожжет, разложит или обморозит ваше тело Не уподобляйтесь глупому землепарсу Который засеял всю свою землю проваренными, замороженными, сгнившими семенами И когда пришла осень, ничего не уродилось на полях его Огромно было его горе Но будьте подобны землепарсу, который засеял свое поле живыми семенами И поле его уродило живые колоси пшеницы И в сотню раз больше, чем он посадил Ибо истинно говорю вам Живите лишь огнем жизни и не готовьте пищу свою с помощью огня смерти Который убивает вашу пищу, ваши тела, а также ваши души Вот Евангелие от Иосифа Значит, информация, я думаю, очень интересная в том плане, что вот сейчас Тоже, чтобы поднять внутреннюю вибрацию Это очень к месту Вот эта информация И оживить свое тело Ну просто это очень необходимо Считаю так Ну вот, негативно вам что Хотел вам сказать, что такое запрещено Сейчас, ладно Я вам расскажу то, что обещал Какая сила сейчас вот у нас поговорить на эту тему Ну, предварительно вот что Что такое вибрация, стоячая волна? Она называется сейчас Той Шуман Это фамилия человека, который первый это замерил Сейчас на Земле таких измерительных приборов больше двухсот Но в онлайн дает только один Который Омский институт Он верит и дает информацию в онлайн Я вам сейчас это покажу Так вот Есть вот, я тоже нашел в интернете Как эта информация, эта частота поднималась Вот на протяжении веков Земля была 7,8 Гц 83, да? А вот в 2000 году она стала 9,3 Гц В 7-м году 9,8 В 12-м 11,1 В 13-м 13,4 В 14-16,5 Вот за 14 лет более чем в два раза выросло Вот как природа нас уважает медленно Так нас приучает к этому Ну а сейчас взлется совершенно исключительно Уже сейчас она даже в ночное время держится уже 24-30 Гц Даже в ночное время Я объясню почему так А вот сейчас такие периоды, что она зашкаливает за 40 И непонятно сколько Там вот прикинуть даже так Примерно там за 70-80 Гц зашкаливает В некоторые периоды Но тоже не постоянно Ударит и дает нам отдышаться Дает трансформироваться организм Ну вот Есть у меня Вот такая картинка Очень мощная За 30-е июня Вот посмотрите Смотрите какой мощный сигнал Вот это все было 30-го июня Вот 40 Гц Вот это предел Выше шкалы больше нету прибора То есть она зашкаливает А промежутки А вот это в ночное время Вот она Но ночное время Вот здесь держится То что я говорю 24-30 Гц Вот теперь Тоже было 16-го 16-го Июля О, посмотрите Между ними Перерыв отбыл С 30-го по 16-е Выскочила вот эта картинка Тоже зашкаливает Частота Сила Частота Вниз идет Значение частоты Вот Ну я могу так показывать Чтоб люди понимали Перевернули все Но у них Трансфируется в онлайн Именно в таком ключе Вот Теперь 21-го, 22-го, 23-го Где-то вот на половинку Такие же Было подряд 3 дня Значит Последний Который я снял Специально для Числа 25-го числа Вот Вот такая картинка 25-го числа То есть Тоже зашкаливает Ну а теперь Объясню Почему Днем и ночью Когда Солнышко Садится За землю Эносфера Поднимается вверх Вверх Пространство Больше становится Частота Меньше А когда Солнышко поднимается Он прижимает Эносферу Вниз И пространство Уменьшается И числа Вырастает Возмущение Солнечных лучей Эносферы Активизация И это Ствое становится Более плотным И числа Вырастает Поэтому Днем Ну вот Который я показывал Сейчас Это был я удивлен Что это было Ночью Вот это вот Первое Которое 30 июня Это было С 19 До 4 утра С 19 вечера До 4 утра Вот это Вне Всяческого Моего физического Понимания Мне приходилось Работать Именно в этой Области Излучать Эносферу И работать А потом Я буду отвечать На вопросы Объясню тоже Насчет Плоской и круглой Земли Тоже Вот я сюда К этому Потому что вопрос Мне такой был задан Я там объясню Так вот Вне моего понимания Вот это Что ночь Вот такая Мощнейшая Сила Вот Рост И по вибрации И по количеству Силы идет А для нас Это Это Или питание Если мы Пробужденные Или смерть Она нас Убивает Или Мы Возносит нас Вместе с Земелькой Матушкой Значит Независимо от нас Тело наше Подстраивается Перестраивается И если мы Находились бы Все время В медитации Но поскольку Мы Садимся На ум Садимся На негативные Эмоции Мы Очень Сильно Разрушаем Собственное Тело Вот Поэтому Молодежь Умирает И понимает Чем Дело Пьет Курят Гуляет С многими Девочками И девушки С мальчиками Вот Вот это И происходит Сейчас Я Вас Не Сращаю Я Высказываю Своё Мнение Вы Если Прочувствовала Ваше Сердце Я Ура И Это Ваше Мнение Я Рассказываю Своё Мнение Вот Это Что Нечистота Шумана Набирайте В интернете Частота Шумана Томский Университет И Можете Каждый день Наблюдать И сравнивать Что с вами Внутри Происходит Это Очень важно У меня есть Доктор Нетрадиционной Медицины Она Вот В это Время Легко Справлялась Со всеми Синя Приличном Возрасте Вот В это Время Она Растерялась Звонит Говорит Я Не знаю Что Происходит У меня Сил Нет Я Сразу Информация А Давай Попляшем Курок У меня Сил Нет А давай Что-нибудь Споем Я Объяснил Эту Вещь Передал Ей Координаты Частоты Шумана Теперь Она Постоянно Сообразует Свои эмоции Как она Чувствует Себя С этим И уже В другую сторону Отрабатывает В эти дни То есть В эти дни Особенно Нельзя Не ругаться Ничего Делать Сейчас Вообще Время Такое Нельзя Не пить Не курить Не ругаться Вообще Пришло Время Да Вроде бы Так Мы Видим Что происходит Теряется Люди Уничтожается Геноцид Русского Народа И вообще Народов На всем Земле Идет Геноцид На всей Земле Тяжело Воспринимать Да Но вот Сейчас В этом Силу Проявить Надо Себя Сохранить И род Свой Блафомед Заинтересован Загубить Нас Всех Его Интерес Он Не понимает Это Творит Пошалел Избытка Сил Поэтому Не понимает Что Творит А наша Задача Выжить Спасти Себя И окружающих Вот Ну чего Ну давайте Я Уже Наверное А так Я могу Расскажать Много Поскольку Эта тема Очень широкая А не хочется Негативно Говорить Не буду Об этом Говорить Ну вот Еще Что касается Интересное Устройство Мира Доктор Биологических Наук Я Задал Вопрос Ну Объясните Мне Как Из Зиготной Клетки Формируется Вырастает Вот такая За 9 месяцев 3,5 Килограмма Человек Деление Происходит Клеточка Зиготная Разделилась Разделилась На две части Одинаковые Подобные Подобные А потом На 4 Делится А потом На 8 Все подобное Объясните Объясните Мне Как Клетка Образуется Крови Костей Волос И так далее Ногтей Всего Как Долгая Пауза Так это На Новгородскую Перемию Тянет А в чем Суть Вот это Есть Заказательство Что Душа Подключается Сразу В момент Обладотворения И она Начинает Управлять Всем этим Процессом Вот Эта Зеленая Клетка Она Как Материал Строительный А потом Она И трансформирует В другие Это Душа Абсолютное Большинство Всех Ясновидящих И прочих Утверждает Что Душа В другое Время Подключается Совершенно Другое В разное Время На разных Этапах Кто-то Там Шесть Недель Кто-то В момент Перед Рождением Да Глупость Я С дочкой Разговаривал Когда Она В животике Была Она Чувствовала Видел Кто Побежала Говорит Что Ты Там Делаешь Называл Уже По Имени Останавливается Слушает Придурочка Потрогает Как же Душа Не подключилась Конечно Подключилась Так вот Душа Твоя По меру Устройства Все понятно Вот Чем Уплотняется Сила Чтобы Иметь Какой-то Предмет Информации Мыслью Мыслью Информации Я Слово Родине Наше На суть Отражает Форма Есть Ци Вот Это Универсальная Сила Из которой Все И Делаем Ин Внутри Что-то Он запланировал Внутри Сделал Вот Эта Информация Силу Собирает И Держит Так Вот Душа Внедряется В Зиготную Клетку В момент Оплодотворения А может Быть Она Нет Скорее Все Потому Что Матрица Из Четырех Ячеек Надо Заполнить Чтоб Душа Воплотилась Это Две Ячейки Это Родители Небесные Две Ячейки Родители Земные Вот Четыре Ячейки Тогда Душа Воплощается Я думал Что Все Может Сперматозуид Подключается Душа Потому Что Носитель Информации Это Мужчина Мужчина Сеятель А Женщина Пашня Но И Тот И Другой Должны Быть Добротными Потому Что Плохая Пашня Может Испортить Плохое Хорошее Сим Телегоне Надо Знать Что Это Такое И Силу Рода И Качество Рода Сохранить Это Как Режиме К этому Сказано Так Где-то У меня Есть Вопросы Я Перейду На Попросом Чтоб У нас Еще Оставить Время Которые Я Дадим Приоритет Которые Нам Дали По Нашим Записи Так Ирина Полыгалова Где Купить Можно Эти Книги Я Говорил Валерии Волосатого И Валерий Волосатого Это Издательство Белая Алиба И Также Концепсуально Есть Маки Макивей Как Пробудить Дух Зарвал Вопрос Ну Вот Сейчас Я О Многом Рассказал Я Все На Эту Тему Разговаривал В принципе Это Все Которые У Нас Записи С Алексеем Это Об Идет Речь Об Этому Ну Вниматели Послушай Еще Раз Целовечный Человек Я Там Более Детально Рассказывал Еще Раз Переслушай Полностью Все Ну И Здесь Я Уже Говорил Тоже Включайся Вот Ну Еще Она Задает Про Маки Макивей 2 Потому Что Где-то Еще Видимо Один Есть Маки Макивей Скажите Чего Начать Ити К Свету Себе Потому Что Свет Все Исущий И Ты Свет Вот Себе И Начни Но Качество Света То ли Черный То ли Красный То ли Фиолетовый То ли Белый Тебе Выбирать Отсюда Прежде Всего Надо Определиться Кто Ты А Сего Надо Начать Вот Как Ты Сам Считаешь Тебя Бог Сотворил Или Господь Бог Создал Выбери И Согласно Этому Действию Чтоб Точно Определить Перечитай Ветхий Завет Даже Те Которые Того Жили И Вот Адама Сьева Считает И Они Очень Вегет Произносить Что Все Человече Те Адама Сьевой Что Всех Приравнять Еще Подобнее Это Клоны Клон У него Нет Духа Возрастить Можно Если Ты Осознанный Понимаешь Что Происходит Для Чего Ты Пришел И Что Делать Если Ты Понимаешь Ну Все Нормально Я Считаю Это Моё Это Я Считаю Моё Еще Пересмотри То же самое Еще Живу Вот Все Варианты Которые Я Сказал Они Направлены Для Съем Нашей Силы Чтобы Ити К Свету Он Уже Иметь Силу А Но Есть Методики Есть У Владимира Шемшука Вроде В книге Волхвы Как Взращивать Наши Тонкие Тела Как Наполнять Их Силы Сейчас Они Пустые Скорлупки Наши Тонкие Тела Нету Силы Для Чего Нас Гоняют В Города Чтобы Скопом Снимать Массовую Силу На Природе Это Сделать Трудно Да Мы Еще И Разрознены А Здесь Нас Там Небольшие Метры И Это Уровень У Всех Москвичей Вот Я Сколько Мерил Если Полтора Метра То Уже Точной Силы Нет Они Уже По Асфальту Тащим Это Маленькое Поле Очень Маленькое Поле Четыре Метра Все Снимает Матриц Вот Поэтому Мы Собраны Большие Города Поэтому На Природу Контакт С Вот Чем Нужно Делать Как Можно Больше Быть На Природе Ходить Босичком Встречать Солнечный Рассвет То Есть Вот Когда Солнышко Над горизонтом Встает Только Начинает Подниматься И в полный Шар Вот Это Вот Солнечный Ветер Максимально Набирается Все Живое Силы На Сутки Дальше Уже Сила Какая-то Менее Восприимчивая Становится А Если У тебя Сила Есть Ты Легко Смотришь На Солнце Даже В полдень Вот Это Критерий Вот У тебя Огромное Поле Сила Тебя Мощная Я Это Проверял Не раз А Если Человек Уже Вот Когда Восходит Или Заходит Солнышко Закан Не Может Смотреть Это Нет Силы Внутренние Силы Нет Славые Люди Ну Не Буду Там Сейчас Перечислять Это Очень Долго Поэтому Пересмотрите Еще Раз Живу Основу Всевысущего Это Вот Есть Все Ключи Для Набора Сил Это Все Путь К Свету Все Что Мы Занимаемся Вся Сейчас Вывернут Изнанку И Забирает У нас Силы Вот В этом Не Сомневайтесь Так Мария Иванова 3 Ну Что Посмотрела Рекомендованный Фильм О квантовом Переходе Биофизик Планета Начала Жить Новым Измерением Здорово Там Преподносят Научное Открытие В декабре В декабре Не было А в январе Появилось О Как совпало То есть Вселенная Живет По нашему Земному Календарю На мой Взгляд Это Агитация К существованию В рамках Нового Мирового Порядка И Знать Нам Ничего Не Надо И Думать Нам Ни О чем Не Надо И Отвечать Нам Ни За что Не Надо За Все Отвечает Космос Причем Преподносится В ультрасовременном Манере Для людей Ищущих Выхода И сложившееся Паразитическое Сообщество Право Так громко Большими Бопами Ну я вот Все это Вроде бы Сейчас Разъяснял На протяжении Уже Сколько Полутора Часов Я Это Все Разъяснял Это Мое Тоже Восприятие Мария Мария Как Вот Ты Так Воспринимаешь Но Это Твое Восприятие Я Твое Восприятие Уважаю Но Все Подумай Подумай Я еще Буду Общаться Отвечать На Вопрос Но Если Хоть Частичку Что-то Примешь От Меня Но Я Буду Рад А Нет Ну Пиши Дальше Вопрос Общаться Так Ланд Биг 2 Написано По-английски Человек Значит Не Русский Но Вопрос По-русски Написал Автор Времени Вообще Нет Как Природное Веление Я Не Знаю Откуда Он Зел Это Я Постоянно Об Этому Говорю Что Времени Нет Есть Процесс Измены Андрей Варенкин 4 Земля Плоская Вопрос Ну Придется Подольше Отвечать Потому Что Очень Много Информации В интернете И Обсуждение На Эту Тему Уже Очень Давно Такие Величины Подключены Которые Академики Многих Академий Рад Вначале Очень Интенсивно За плоскую Землю А в последнем Наступлении Сказал Что Это Никто Не Знает Какая Форма Земли Но Очень Сильно Рад За плоскую Землю Вот Я Скажу По своему Восприятию Ну Поделюсь Чисто Своим Мнением Я работал Сеносферой В советское Время Были Станции За горизонтной Локацией Если Плоская Земля Зачем Это Методика На Какой Высоте Самолет Не Летел Его Будет Видно На Любом Расстоянии Подбирай Частоту Чтобы Эта Частота Проходила Сигнал И Ты Увидишь На Любом Расстоянии Если Земля Плоская А Не Тут Было Этого Не Происходит На Малой Высоте Определяешь Уже Когда Подлетела Совсем Цель Для Этого Программа С Носители Американцы Тамагавки Пускают Задолго До цели И Тамагав Падает На Малую Высоту И Летит Ниже 100 Метров С землей Чтоб Не Обнаружили Или Обнаружили Уже Когда Ничего Сделать Не Могут Если Плоская Земля Зачем Все Это Мало Того Сигнал Настолько Мощный Я Уже Говорил Одна Из Причин Почему Не Чистые Сверху Свет Свет Сверху 27 лет Волосы Все пошли Потому что Там Мощь Такая Была Как Шутили Что Арбуз Из меня Так вот Идет Туда Излучение Излучение На Иносферу От Иносферы Отражается И Накрывается Определенной Территорией Земли Вот Это Скачок Определенной Ширины Диаграммы Направленности Поэтому Овощ Такой А в земле Еще Шире Большое Пространство Перекрывается В принципе Сейчас Этим Занимается Харп Так вот Если Земля Плоская Все Это Не Нужно Быть Мало Того Сигнал Подали Он Обходит Вокруг Земли И Задним Лепестком А что Такой Диаграмму Направленности Я Вот Так Нарисую Уске Мощный Вперед Небольшие С боков И Маленький Сзади Вот Такая Фигура Диаграмма Направленности Почти Любой Антенны Антенна Которая На работам Была 150 Метров В высоту И 330 Метров Ширину И Там Огромное Количество Вибраторов Поэтому Можно Было Лучем Управлять Как Фазированной Решеткой Так Вот Обходит Земной Шар И Маленьким Вот Этим Задним Лепестком Диаграммы Направленности Принимали Если Была Земля Плоская Этого Бы Не Было Ну Еще Два Фактора Из Слово Чистого Наблюдения Да Много Доказательства Что Базируется На том Что Если Вот Точек Вертикально Выстрелил Вверх Неважно Из чего Да То Она Падает В эту же точку Откуда Выстрелил Вот Вроде Бы Так Так Ты Выстрелил Земля Продолжает Двигаться Если Она Крутится Вокруг Своей Оси То Она Ядро Или Что-то Там Должно Опасть В другом Месте Уже А Она Падает Там Жи Ответ Земля Не Есть Вот Эта Материя Который Мы Стоим На Который Мы Стоим А Все Поля Вокруг Нее И Эти Поля Вращаются Вместе С Ней Вот Они Та Та Это Мое Мнение Потому Что Всегда Неправильное Мировосприятие Одно Из Что-ли Факторов Того Политического Системы Которого Сейчас Это Ложное Восприятие Мира Объяснить За Тем Непониманием Что Происходит Конечно Легко Когда Недостаточно Информации И Вообще О чем Мы Говорим Если Ученые Подтверждают Что 90% Темной Материи Которую Ничего Вообще Не Знаем А Следующий Момент Тоже Из Жизни Я Не раз Летал Из Москвы Петропавловск Камчатский Самолет Летит 9 часов Вот Когда Я Лечу Петропавловск Камчатский За окном День И Две Ночи Или Ночи Или Два Дня То Есть 18 Часов Проходит Земля Крутится В сторону Востока И Самолет Летит Туда Вот Происходит Мы Летим На встречу Солнцу И Вот Происходит Вот Эта Накладка 18 часов Если Я Вылетел По местному Москве И Приземлиться Петропавловск Камчатскому По местному Все Часы Надо Переводить На 9 часов Вперед То 18 Прошло У Тебя Теперь Когда Летишь Назад В 10 Утро Взлетел Петропавловск Камчатске В 10 Часов Утро Приземлю Москве Подумайте Что Это Такое Еще Один Фактор Посмотрел Я На Волос Понаблюдал Как летит Самолет От Москвы До Петропавловска Камчатска Почему То На Прямой Линии Якутск Мы Пролетаем Через Якутск Я Посмотрел Петропавловск Камчатске Даже По Шароте Немножко Ниже Москвы То Если Правильно Лететь То Надо По Шароте А Если Шар То Короче Путь Вот Так Получается Через Западно Сибирскую Низменность На Якути Петропавловск Камчатский Я Взял Линеечку Вот так Ниточкой Померил Так А потом Так Нитка Намного Короче Самолет Летит По Более Короткому Пути Это Говорит О том Что Земля Круглый Так Что Для Меня Земля Круглая Я Об Этому Говорю Не Совсем Она Яйцо Опять же Сравните Курочка Рябая Наша Сказка Вот Это Яйцо Есть Творение Вот Так Сотворена Была Земелька Матушка Мыслью Мышка Это Исмыш Она Ж Разбила Яйцо Она Его Плодотворила И Живое Родила Не Золотое Живое Все Понятно Простая Простая Сказка И так Понятно И просто Вот О чем То же Самое Говорил И Иванченко Он Тоже Нарисовал Землю Яйцо Немножко Прижатое На Северном Полюсе А Южный Остров То же Самое Говорят И Велесова Книга Об этом же Говорит Вот Я Картинку Показывал Вот Она Здесь Тоже Вот Она Это Вселенная Почитайте Посмотреть Что Говорит Три Хлебов Мне Мысли Нравится О Здоровом Мысли Вот Три Фактора По Этому Вопросу Что Говорят Наши Щуры Прощу Первый Момент Второй Момент Найди Специалиста Кто Занимается Всю Жизнь Вопрос Мой Спроси Меня Ортодокс Ортодокс Искажают Они Привели Нашу Планету К Катастрофе И То Что Как Сейчас Мы Живем Даже Моразм Главное Вот Эти Созидательные Силы Направлять На Средства Урожения Чтобы Убивать Себе По Дому В Каком Моразмем Живем Здесь Ученые Ортодокс И Ученые Выходят Из Системы Если Не Вот Если Они Сильно Сопротивляются Их Разреши Еще Маленький Фактор Наблюдения Когда Ты Говорил По поводу Ядра Если Вверх Стрелять И Оно Должно Если Земля Движется Как Некоторые Утверждают Должно Упасть В стороне Так Вот Да Так Вот Почему Это Не Происходит Ты Очень Хорошо Пояснил Но Для Тех Кто Менее Одарен Представлениями Есть Такие Люди Которые Плоско Мыслят Вот Попробуйте В самолете Который Летит На Очень Большую Скорость Замкнутой Капсуле Самолета Фюзеляжа Подбросить Бумажку Вверх Как Вы Думаете Она К хвосту Прилетит Когда Вы Будете Подбрасывать Или Все Так Упадет К вам Дело В том Что Вы Движетесь Вместе Со Всем Пространством Которое Есть В этом Самолете Оно Ограничено Вот Этой Крышей Бортами Бортами Полом И С воздухом Вы Вместе Движетесь То же Самое Здесь На Земле Земля Это Большой Космический Корабль У которого Есть Своя Оболочка Чувственная Которую Мы Ощущаем Есть Нечувственная Есть Энергетическая И так Далее И Оно Движется Вместе С Поэтому Она Будет Падать Примерно Так же Поэтому Здесь Еще Просто Объясняется Продолжай Пожалуйста Кому Это Надо Кто Запускает Такие Проекты Понимаете Я Многими Словами Пользуюсь Сталина Потому Что Есть Гениальные Вещи Он Всегда Вот Такую Фразу Говорил У Любой Проблемы Даже Международном Плане Есть Фамилия Ими Отчество И Любой Вариант Рассматривай Любое Действие Если Что-то Запущено На счету Кому-то Нужно Так Кому Это Нужно Чтобы Раскрутить До Такой Степени И В Какое Время Когда Люди Должны Сосредоточиться На Духовном Росте Чтобы Принять Ту Силу Которая Гойдет Сейчас К нам Мощный Галактический Ветер К нам Идет Вот Люди Чтоб Этим Занимались Нет Вот Запускает Что Такое Земля Плоская Кругля Отвлечь Сознание Замусорить Сознание Значит Для Чего Из Истории Для Чего Был Раскручив До Таких Высот Эйнштейн Чтобы С высоты Своего Авторитета Он Заявил Эфира Нет И Тормозного Развития Общества Минем На 100 лет Тоже Было С Дарвина Тоже С Ньютон Тоже Самое С Карлом Марксом Его Снабжает Литературой Соответствующей Все Ему Дают Он Это Обобщает Своё Авторство Выдают А Кто Его Содержал Энгельс Фабрикант Энгельс И Кормил Его И Обеспечивал Потому Что Это Было В Его Интерес Вот И Здесь То же Самое Кому То Для Чего Оболванит Нас Это Один фактор Что отвлечь А второе Чтоб Не вышло Наше Воззрение На мир Дальше Плоскости Нас Так Припаяли К этой Плоскости Что Что У нас Все Едино Не Через Спираль А Через Волну Спиральная Плоскость И Вот Волна Да Не Только Что У нас Дальше Пошло Что Мы Вообще Не Плоскостно Мыслим А Линейно Слово Сказали Второе Третье И Воспринимаем Человека Так А Почему Потому Что Когда Перевели Наш Звук На Общение Звуком А Это Очень Мощная Составляющая Она Использовалась Нашими Щурами Кращурами Для Творения Мира Вещанием Творили Вещи Вот Этой Мыслью Уплотняли По Своему Задумке Чуть И Надо Сделать Не Надо Было Уроды Переводу Матушку В эфире Безграничное Количество Сил Но Эта Тема Закрыта Запретная Отсюда Сразу Кому Нужен Режим Кому Секреты Нужны Жить По Виде Секреты Не Нужны Иначе Кому Поработителям Паразитам Социальным Эта фраза Уже Вошла У нас Крепко И понимаешь Что Такое Им Нужны Режимы Секреты Больше Никому Нормальным Людям Это Не Нужно Потому Что Если Будем Все Знать То Быстро Восстановим Порядок На земле И вам Жить Поверь Обидимся Прежде всего А поскольку Мы Неведающие Поэтому Неважим Обединиться Неведаем Что Говорим Неведаем Где Живем Неведаем Кто Мы Неведаем Неведаем Нам Делать Поэтому Мы Не Можем Объединиться Теперь Я Говорил Что Галактика Это Плоская Это Диск Еще Обратитесь Скать Академику Плыкин Круги На воде Да Внешне Его Труд Он Он Тоже Говорит Форма Человека Информация Силовая Структура Это Яйцо Вселенное Яйцо Галактика Диск Мы С Вами Яйцо В общем Плани Тоже Самое Как Элемент Вселенной По Форме Яйцо Когда Вот эти Все Поля Сложить Я вам Показываю Компьютерное Программное Правда Но Отражает Близко Суть А Если Когда Нашим Тонкие Тела На Полной Силы То Болик К Яйцу Придем А Сейчас Пока Вытянуты Вот Поэтому Поля Наши Маленькие Так что Дальше Какие там Еще Вопросы Александр Петрович Задал Вопрос Надо Ли Вернуть Принцессу Укок На Место Захоронения Ну Я буду Вместе Сразу Рассказывать А Тульскую Тесульскую Принцессу Но Информация Есть Откройте Детально Посмотрите Я скажу Лишь Свои Отношения Такие Глубинные Исторические Почему Не могут Найти Библиотеку Грозного Ее Найдут В нужное Время Там Информационно Энергетическая Информационно Силовая Защита Которую Не преодолеть Ничем И Она Откроется В нужное Время И Принцессу Укок Тоже Были Когда Они Не Выкопали Не Достались Было Были Не Вовремя На Укоке Это Плато Захоронений Там Очень Много Захоронений Вот Вынули Одну Унесли Я Очень Уважаю Акайкине Шамана Варного Я встречался И видел Его Который Вот Эта Петицию Презенту Написал Чтобы Вернуть Ее На Место Потому Что Проблемы Какие То Чисто По-человечески Я Понимаю Вот Но Раз Это Сделано Вовремя Значит Это Было Запрограммировано Кому-то Значит Нужно Было Светлым Силам И нашим Щурам И пращурам Чтобы Показать Генетика Это Наш Выглядит Красавица Как Наш А Сколько Тричневек Прошло Ориентировочно 13 тысяч Лет Для Чего Это Нам Нужно Вот Сейчас Как Раз Это Очень Нужно Чтоб Мы Поняли Что Мы Божественное Творение И Что Нам Не Шесть Тысяч Лет С Того Времени Как Адам С Евой Клонированный Это Элементарно Понять Что Они Клонированы Воспитаны В Маленьком Пространстве В Эдеме В Раю Маленькое Пространство Для них Создали Ну Даже Каин Изгнали Его А он Женился Больше Никого Нет А он Женился И Потом Ставил Эти Глупости Все Это Так что Это Был рай Специальный Пассаж Для Них Чтобы Их Воспитать Скормить Таких Вот Каких Нужно Опять Кому То А Тисульская Принцесса Это Вообще Уникальное Явление Насколько Информации В Интернете Есть 800 Миллионов Лет Тисульской Принцесси Тисульский Район Кемеровская Область Жарчик Поселок На 70 Метровой Глубине Шахтеры Нашли В Угольном Пласте То есть Она Была Положена Когда Угля Не было И Вот Вокруг Камена Еще Было Деревянное Сооружение Она Тоже В Уголь Превратилась Сколько Лет 800 Миллионов Лет Когда Открыли Прозрачные Жидкости Чуть Чуть Разоватого Цвета Это Девушка Высокого Роста Блондинка Ниже Пояса Волосы И как Живая Как Спит Поскольку То Сразу Военных Пригласили Вот Это Тяжелое Сооружение Решили Слить Эту Жидкость Она Сразу Темнеет Стала Назад Вернули Вернулась В исходное И Увезли И Все По Жутким Секретам А Информация Просочилась Мы Все Знаем Для Чего Это Но Не 6 Тысяч Лет Нам А Уже 800 Миллионов Значит Это Нам Нужно И Раньше Никогда Это Чтобы не вскрылась Потому Что На Том Понимании Мы Не Восприняли А Сейчас Люди Готовы Принять Эту Информацию Понимать Вывод И Понятно Кому Это Нужно Что Это Прячь Или Дают И Раскрывает Все Вот Мое Отношение Такое Теперь Надо Ле Вернуть На Место Вот Мое Отношение Чисто Не Надо Принцессу Кок Возвращать На Место Не Нужно Почему Во-первых Там Было Интересно Она Находилась В Ледяном Коконе Коконе Вижу А Над Ним Еще Было На Дне Захоронение Воин Там А Вот Ниже Ледяной Кокол Она Там Сохранялась Теперь Такого Кокона Ледяного Нет Куда Возвращать Это Первый Фактор А в Горном Алтайске Сознан Музей Специально Со Всеми Условиями Чтоб Она Хранилась И Опять же Как Образец Того Что Вот Он Реальный Мир А мы Живем С вами В Иллюзии Поэтому Мое Отношение Пусть Остается Музеем Хотя Это Расход На Большие Деньги Были Потрачены На Создание Музея Для Обслуживания Музея Да Это Большие Сины Затрачены Денежные Варианты Но Дух Не Имеет Цены Для Развития Духа Не Должна Быть Никакой Цены Это Чисто Мое Отношение Поэтому У Кажется Своё Восприятие Так что Александр Петрович Ответил Тебе Вот Так Ну Давай Попьём Водички А потом Ответим Вопросы Итак Говорили Мы здесь За жизнь Давайте Послушаем Наверное Песню Которая Отвечает Этой Теме Напоминаю Сразу Нашим Зрителям В Ютубе Что Песню Вы Не Услышите Хотите Слушать Песню Слушайте Непосредственно На сайте Народного Славянского Радио Итак Четыре Минуты У нас Отдыха Тебе Продолжение следует 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 Продолжения следует Продолжение следует Продолжение следует 2017 года Четверг По одному из старинных 26 день месяца Получение Даров Природы 7525 Лето Шестица Что сейчас происходит Вокруг нас И с нами Такова тема сегодняшнего эфира. Автор-сказитель Артамонов Владимир Николаевич. Вступительная часть была достаточно обширная. И мы переходим сейчас к ответам, которые во время первой части попали к нам в чат из Ютуба и из чата нашего сайта Народно-Славянское радио. Итак, Вячеслав Сивальд, «Вечер добр». Расскажите о Иванченко побольше. Вы знаете, в Ютубе, даже в любом поисковике набирайте Александра Иванченко, он написал одну книгу «Путями великого россиянина». И внимательно читайте. Потому что великая книга, я не хочу вот так расщепляться, там найдёшь каждый человек, что тебе нужно, выделит и выберет. Потому что я считаю, что это глубинное понимание всё же мирового устройства, пусть занимаются специалисты. Нам надо сейчас, что делать нам, каждому из нас попроще надо. А даже в том плане, какая Земля плоская или круглая, для меня в принципе-то разницы никакой. Я вот живу и живу. А понимать, что нужно уже для глобальных вопросов, допустим, как загребить зонтные локации и так далее, это другое дело. Это специалисты занимаются. Поэтому я вот рекомендую, запиши Александр Иванченко «Путями великого россиянина». Название книги. А Миколуха Маквая идёт речь. Это «Великий путешествий». Идём дальше. Сергей Плюшкин, реплика из Ютуба. Алексей, огромная благодарность за то, что приглашаете таких интересных сказителей. У тебя самое интересное радио. Далее. Виталий Микеров, реплика из Ютуба. Получается, мысль и свет, энергия и сила были изначально. Исток, он есть исток. Но если из точки всё появилось, опять же, чего мне мозги пудрить? Пусть занимается этим специалистом. Надо понимать, что это всё из истока, и что свет был в самом начале, это да. И что мы с вами тоже являемся источниками света. Вот это надо понимать. Значит, что? Мы с вами боги. И мысли, источниками информации, мы тоже являемся. Если не говорим, не пользуемся стереотипными фразами и не повторяем за другими, как попугай, тогда мы являемся источниками информации, преобразующей всё сущее. А так мы только разрушаем пространство и самих себя. Поэтому мы долго не живём. А сила, жива, это основа всего сущего. Богиня жива наша. Как глубинно познать? Ну, близко приблизился. Вот Валерий Волосатов близко приблизился. Набирайте тоже. Валерий Волосатов из Брянска. Величайший человек. Четыре книги написал. Тоже, может быть, доберётесь. Может быть, теористом что-то поймёте. Рыбников великолепно рассказывает. Ну, я думаю, что сейчас вибрации поднимаются. Вот та тёмная материя начинает себя приоткрывать. Занавес будет приоткрывать, поскольку меняются вибрации. У нас щуки начнут развиваться. И мы увидим то, чего никогда не видели. Каждый из нас. Раньше это видели те, которые все ясновидящие. Но вот сейчас на данном этапе, чтобы увидеть поля, даже страшновато. Можно и стихнуться без подготовки. Поэтому лучше яснопонимающим быть. Но вибрации повышать. Ясноухи и ясноглазые, да. Так, дальше не по теме, но вопрос такой. Справедливый мир. Вопрос 7. Есть ли желание обсудить на этом канале мой проект «Перехода от демократии» в кавычках народовластью, основанном на копно-вечевом праве? Многое из обучения Сергея Данилова. Я Добрыня. Добрыня, если у тебя есть желание, возможность и необходимость обсудить это на нашем канале, представить программу свою, платформу, предложение, представление, пиши. Будем вместе думать, как это сделать, чтобы было понятно и доходчиво. Идём дальше. Нет, такая информация достаточная. Я соглашусь, что копное право мы все учили, но эти слова откопны. А вот родами жили наши в кредке. Вот родовое право – это всё вмещать. Всей державой. Вот. И всего это навести, да, на частички делить. А должно быть общее для всей державы. Вот это родовое право. Устанавливать рода, родами жили. Поэтому я Сергея Данилова очень уважаю в своё время. И они тоже вот проблемы, чего он сменил мирность. Такой светлый человек. Вот думать тоже надо размышлять. И желательно не пойти по его пути. Почему? Вот в паразитических, в социальных паразитах нашей жизненной силы нельзя кормить. Я во всех наших встречах об этом говорю. К народовластию, да, народовластия – это правильно. Я соглашусь. Наши демон-краты – это не наша паразитическая система. Там демон заложен, демон-крат. Или демон-крат, опять же, рабовладелец, не народ. Охлократия народовластия есть. Охлократия, а не демократия. Абсолютно согласен, да. Я вот так вот. И могу и соавторами быть, могу потом тебе задавать вопросы, когда ты будешь докладывать. Рад услышать. И раз такая мысль есть. Охлос – это переводится на один из вариантов, как неимущий, то есть пролетарий. Поэтому охлократии быть, по идее, вообще не может. А вот демократика сказал, да, это те, которые… Рабовладельцы, которые доказали свое гражданство тем, что у них было имущество и рабы. И у кого больше этого было, те имели больше прерогатив. То есть, которые были гражданами в этом обществе. Граждане в городе, которые имели имущество. А охлос – это так, сброд какой-то. Поэтому и была демократия, и сейчас демократия, на мой взгляд, это проявление как раз тех, кто что-то имеет, над теми, кто что-то не имеет. Очень хорошо, если у нас получается. Поэтому народа власти и рода власти, где в самом начальном этапе это копное право, когда все вместе роем живут, потом подключается весевое и вечевое, дальше уже державное включается, и получается то самое родовое державное право, которое объединяет все виды правления, начиная с самого начального уровня нашего общинного, то есть копного, и заканчивая уже державным уровнем. Поэтому на каждом уровне свой порядок, свой взгляд, они между собой пересекаются, это само собой естественно, но есть державный, общий, более высокий порядок. Здесь я согласен. Загада. Опять же, как всегда можно посмотреть с разных сторон, не имуще чего. Если человек материальный, всю свою жизнь привязку к материи, да, вот я готов иметь дух развитый, развитый, но тогда всё придёт. Когда имеешь дух, тебе всё даст Бог, всё даст. Что тебе нужно? Не сверху того. А те, кто имеют сверху того, вот у них проблемы возникают. А вроде бы не имущий, но ведь пролетарий, что пролетел на чем-то, там же просматриваются, пролетел, как помер на Париже, да? Вот такая маленькая реплика. Ну, имеется в виду, что большинство народа, которые были ограблены, которые отчасти были где-то и рабами, ну, вообще не раб. Охл всё-таки ещё не раб пока ещё, да? Это свободный человек, но который уже не имел другого. Это те, которые уже опущены, над которыми кто-то управлял, кто-то имел власть. Вот это имеется в виду. Естественно, что когда человек силён Духом и у которого есть божественное понимание, представление ведическое, того, наверное, охлосом не назовёшь и рабом не назовёшь. Да ему и вот эти всякие там власти абсолютно не нужны. Он другим помечен и другие у него стремления. Но в данном случае охлос — это просто то, что называли сброд. Вот они называли так. Так, это сброд охлос. Это пролетарий, который ничего не имеет, поэтому и голос у него нет. А что, опять соборный? Соборный? Ты понимаешь, нет, соброд — это одно, а сброд — это то, что сбродило. Вот когда пенка идёт, сброд, да, вот её там сбрасывают, выбрасывают. Всё-таки надо понимать, что русские слова, они очень интересны. Есть сброд — брод. Например, когда, ну, дрожжи бродят, да, вот они прут во все стороны, и потом много чего там интересного получается. Это сброд, когда у человека вот тут в голове непонятно что, и вот он во все стороны бродит, поэтому сбродом называли. А со — собор. А собор — это другое слово «собрать», «сбор». А это сброд. Сверху нету убрать, собрать, убрать лишнее. То есть одна буквица, она тоже на что-то довлияет. Конечно, да. Ну ладно, идём дальше. Загада, все мудрости и света. Реплика в эфир. Владимир, пожалуй, самый светлый сказитель. Здоровья ему и света на его пути. Вопрос в эфир. Извините, Загадя, если не по теме, или если вопрос покажется примитивным. С точки зрения славянской культуры и веры предков, души приходят на землю матушку один раз? Ну это уже вопрос не стоит. Я думаю, что это все знают, что много-много-много раз. Только клоны один раз живут. Хорошо. Продолжение. Это уже вопрос. Я просто первую часть зачитал. И если всё-таки они рождаются вновь, то могут ли они приходить в другие культуры? Да. Они могут... Всё зависит от задачи, которая поставлена перед воплощением. Всё зависит от того. Душа должна развиваться всесторонне. И опять же, по ведам, наши души настолько расщеплены во всех параллельных мирах. Этих параллельных миров больше, чем у Алексея на голове волос. И в каждом этом мире частичка нашей души идёт развитие одновременно. И невозможно душу человека убить. Убивая тело. Это наш костюмчик. Вот с этого нужно воспринимать. И не надо бояться смерти. Смерть опять всё сковывает. И мы на низкие вибрации уходим. И попадаем в низкие мира нашей души. Когда уходишь в состояние любви, понимания, и когда знаешь, что надо идти на яркий свет, на том, когда уходит душа, они прятаются. Вот там тёпленький, хороший, уютный, приятный свет. А впереди мощный, яркий свет. Вот куда нужно лететь. И ни на какие заманухи не ходить. Так что, это, опять же, неизведанно. Я принимаю сердцем то, что чувствую, что оно так и есть. Но почитайте Майку Ньюктона. Две книги. Предназначение души и путешествий души. Современник есть. Наш, русский парень. Красивый, мощный. Рус настоящий. Вконтакте найдите Ян Марич. Хорошо. И заключение. Вопрос. Если души приходят в разные культуры, если так получается, то у нас тянется длинный хвост, не только славянский, но и другие хвосты более древних, вернее, поздних культур. Так ли это? И что мы вспоминаем, начиная вспоминать? Как добраться до истока? Оно так и есть. Вот эта духовность и определяется, что это наше стратегическое воззрение на мир, которое определяет наши мысли, наши поступки. Вот это и есть духовность. Она вот и состоится из того, что ты накопил во всех прошлых воплощениях и вот в действующем. Вот то можно назвать интуицией. Мы интуитивно что-то знаем. Вот это с прошлых воплощений к нам идет. А интеллект – это то, что в действующем воплощении. Вот эти две составляющие. Да, мы набираем, но ведь надо понять, что сущность и мир-то едины. Мы земле, нашей земле, матушке, все нужны. Если бы мы ей не нужны, она бы нас стряхнула и давно бы очистила. Мы ее развиваем. Мы должны ее развивать, одухотворять. Мы должны ее помощниками. Мы являемся воплощениями Бога на земле. Мы инструмент Бога на земле. Должны быть. Поэтому я… Есть по-разному духовному развитию разные люди. Потому что вот это светско-религиозное воззрение на мир – это и тоже духовность. Каков источник, откуда берется информация, такова и духовность. Интеллект, она отсюда и определяется. Или ты светски пользуешься информацией, значит, ты ни в Бога, ни в черта, ни во что не веришь, вот тебе светская информация, про них ничего не читаешь. Религиозная она тебе. А у нас, как правило, сумещённая. Вот. Не просто-то все так. Да, собирается, конечно, все. На чего, с чего начать нужно? Ну, это есть проводники, в том числе Ян Малич, он это может сделать, указать, с чего все началось, вести вас вот такой управляемый сон, и сами всё умеешь, расскажешь, и рядом магнитофон всё запишется тебе. Вот. Поэтому, да, интересно знать, откуда. Вот. У меня, зная комы, есть кто-то вот, ручьём начал жизнь на этой земле. От ручья вырос. Вот. Кто-то от других, кто-то от какой-то букашки, кто-то от камушка, кто-то ещё чего-то. Кто-то пошёл на другом воплощении. Сюда приходят, я уже говорю, что сразу к цивилизации сюда приходят, нам помочь. А другие приходят, чтобы с низких земель, чтобы тормозить у нас здесь развитие. Потому что у нас земелька, это у нас очень положение интересно, находится, в самом низу светлых планет. Здесь всё есть. И хорошее, и плохое. Вот здесь боги, кузница богов, земелька наша. Поэтому все культуры, конечно. А для чего? Ну, может быть, для удовлетворения своего понимания. Тебе это нужно. Хорошо. А лучше узнать, конечно, которому ты уже разумным был, чтобы какие-то делать выводы. Ну, а это говорит о том, что мы разные, а с чего со всего начали? Да потому что мы совсем едины. Суть живы, едино. Свет един. Как-то так. Леон Мхова, вопрос в эфир. Что есть живо? Живо – вот это та самая мельчайшая частичка силы, самый маленький кирпичик силы, из которой строится всё сущее. Ну, вот как кирпичное здание, вот кирпич, а здание может построить разный. Вот это самая маленькая частичка, которая есть во всём и в сия. Ну, слово, если из самого, я люблю само слово раскрыть, да? Си. Это высокая вибрация. Си – самая высокая вибрация. Ну, правда, там они разделены по октавам, но в октаве там она самая сильная. То есть законченный процесс, уже законченный, а потом сначала, а потом опять будет самая высокая. Вот это есть рост, это как во Вселенной растёт. Вот. Дальше Ла – любовь, а истока. Любовь Аса или Аза, и любовь истока. Идём дальше, да? Да. Александр Зачия, реплика в эфир. Руны тоже нейтральны, бывает, транслируют минусовую энергию, бывает и плюсовую. Татьяна Беленко, вопрос в эфир. Владимир, ты нам рассказывал, что на празднике дживы ведьмы, танцуя с мётлами, очищали своё сознание. Можешь порекомендовать ещё какие-нибудь способы очистить своё сознание, желательно менее экзотичные, чем танец с мётлами? Благодарю. Да, это не ведьмы были, это были скорее ведуньи. Вот. Они знали, что делали. И, конечно, мужички помогали, организовывали им костёр, пространство и так далее, ощущали, и помогали ему всё. Помощниками были мужчины, и как проводники силы, ощущающие силы, они участвовали в этом деле. Я уже рассказал, что, в принципе, пересмотрите все наши выступления, вот с Алексеем записанные, да, я почти во всех об этом говорил. И по частичкам, по частичкам, по частичкам, везде, особенно в жизни. Вот. Всё это я показал, как это делать. Ну, как программы чистить? Убирать. Опять же мысль. Обратитесь к Рогожкину. Есть книга «Инеология» Виктора Рогожкина. «Инеология». Вот. Там вы очень многому, чему научитесь в этом ключе. Конкретно, не такого экзотического варианта. Конечно, никто такой вариант не делает. Я просто обратился к тому, как подменяет наши праздники и для чего-то делает. Вот. На том этапе, может быть, это нужно было, и тоже для чего-то нужно было. Программы снимать нужно мыслью. Ну, вот я скажу вам фразу из книги Рогожкина. Допустим, все паразитические сущности заберите свою программу, отдайте мою жизненную и творческую силу, жизненную и творческую силу и отправляйтесь в свои пространства и времена. И начните крутитесь в правую сторону. Вот эту методику надо пользоваться и каждый день это делать. Когда земля крутится, все поля вместе с ней крутятся, да? А мы вроде бы остановились и поля-то тоже наши остановились. Внутренний процесс и спин-эффекты внутри происходят. Мельчайшие части, частички вокруг нас крутятся вокруг своей оси. И спираль ДНК крутится тоже все время в спирале. Спира есть. Все нужно. А мы-то вроде бы остановились. И поля вокруг нас вроде бы тоже остановились. А вот когда крутанешься в правую сторону, начинается очистительная сила идти сверху. И вот эту фразу произнес и начнет крутиться в правую сторону нечетное количество раз. Вот эта методика нигде не описывает. Что происходит в этом случае? Ты покрутился, покрутился, твои тонкие тела, начали с тобой вместе крутиться. Ты остановился, они продолжают крутиться. Ты задал им вращение. И ты долго будешь находиться в этом состоянии, потому что пойдет поток, который тоже право вращения. Он начнет раскручивать тебе тонкие тела. А если в резонанс войдешь, то такая силища попадет, и такая чистка будет хорошая. Одна из методик. еще методика безмолвие. К чему уходили в лес? Вот попробуйте не говорить несколько дней. Хотя бы один день ничего не сказать. Ни с кем не общаться, ничего. Вот не произнесите слух ничего. чуйка вырастет. Для того и звук запущен нам. Наши чур и прачу общались ментально полями. А звук сразу вот эта вот энергетическая силовая структура вверх. И вот этот шум, в котором мы ментально общались, сразу поднимается и прячется вся информация. Перестанем говорить, начнем чувствовать себя и развивать чуйку свою. И тогда будем чистить от этого мусора, который у нас в голове. Обычно навязывает нам. Кто-то за нас там говорит. Кто говорит, если есть такие люди, спросите имя. Кто-то вышел на связь с вами, я уже как крайнюю сторону говорю, кто уже полностью подключен к кому-то, да, в какой-то политический система, которая через него постоянно мысль, наговаривает, делая это, делая это, делая это. Есть такие люди. Вот до того, что он идет на встречу полицейский, скажи ему грубое слово. Там в голове звучит. Я разговаривал с такими людьми. А вот тут проблема большая. Управлять собой они не дают. Вот входить в эту медитацию, управляемый сон, они не дают войти безмолвно. вот тут проблема. Тут надо обращаться с общественными людьми. Есть такие средства, есть такая ищи волхов, ищи специалистов. Вот. Они помогут вот это сделать. А большая проблема. В психиатрической больнице не лечится. Они вот это тормознут, лишат активности человека, он перестает выделять силу. Эти сущности успокаиваются. Потому что силы не дают человек. Вот наша задача тоже политические сущности не кормить, не давать им силы. А как не давать то, что вот Ошиве говорил, надо делать наоборот. Там я говорил, как снимать с нас силы. Значит, не надо этого делать. Всё. Вот ясность появится, когда у тебя сила будет управлять собой. А если и нет, значит, с тобой управляют. Кто-то заинтересован снять с тебя силу? Конечно. Ещё. Начать с мыслей. Вот первое, что это мысль. Задавай больше вопросов, пойдут ответы. Особенно вечером задавая вопрос, открывается. Где-то в разное время, зимой и летом, она в разное. Но сигнал, как правило, петух кричит. Открывается поток сверху, свечащего леса к человеку. Вот когда в неосознанном находится медитации во сне, открывается поток. но магитофон рядом клади и записывай, что идёт тебе. Встанешь, всё развеется, перестанется этот поток. Кто уже настроился, тот да, тот и днём это получаем. А вот первая, тренировка, вот с этого надо начинать. А потом понравится, будет запоминаться всё. вот, чего у меня. А, вот так я вечером задал себе вопрос, а почему Гагарин полетел первый? А потом утром, так у неё же фамилия Га-Га-Рин. Га, путь, движение, дважды Га-Га. Тоже в слове нашем языке. Ну, а вот так, чтобы включиться, подумать, а вот утречко мне это пришло. Или задумался, почему, с чем отличаются, Ра-Ри-Ри, чем они отличаются? Если Р это поток, он везде есть. А вот гласные буковки разные. Тоже пришло тогда. Ра это исток, начало, божественный поток, исток. Движение потока из истока. Да? Что такое Ре? Бытие, бытие, бытие. Сила бытия нашего. Вот здесь. А что такое Ри? И связующее. Всего с чем? Вот все просто. Вот эти потоки уже буковки-то следующее определяет. Еще гласные там другие, смотрю их образы, все, он остановится на место. Это тоже мне пришло утром одновременно с Гагариной. Я потому что утро там, день закручивает, что не всегда приходится об этом думать. А вот был в этом музее Гагарина, и у меня вот вам, а чего он полетел, почему он? Все не просто. Вот, как назовешь, так и работает. Еще одна подсказка. Когда люди, вот здесь, если уж касаемся мы ведьм, говорят, что шабаш, ведьм, это что-то неописуемое, непостижимое. Примерно как ангельский ад или ад для ангелов. Почему? Потому что шабаш это из одного народа взято, а ведьма это славянское понимание и ведущая мать. И когда скрещивают ежа с колючей проволокой, ну, я не знаю, с чем, с удавом, получается колючая проволока. Вот из этой же серии. То есть, совершенно несовместимые понятия ведущая мать в шабоше, в шаботе, то есть, в дне покоя у иудеев, это, конечно, нечто. Это нечто. Ещё момент. Сознание чистки. Вот я говорил о питании. Евангелие от Есеев. Ну, чистую пищу начинай кушать. Её тоже надо ощущать. Вот всё, я приношу продукты из магазина, я пропускаю через торт. Вся информация снимается с этих продуктов. За каждый пакетик все, кто люди прикоснулись, всех людях информацию сюда приносишь на этих продуктах. А нам нужна чистая информация, чистая сила. Если вот такая замусоренная информация, такая и пища. Тор можно изготовить очень просто. Ну, со мной контакт индивидуально найдите. Если в Москве, то очень просто пообщаемся, это расскажу вам. И в то же время и поближе, как чистить сознание расскажет. Хорошо, идём дальше. Настенька пишет «Привет всем!» Реплика. По своему неведанию называла первого ребёнка котёнком. Он стал вести себя так. Когда это увидела, поняла силу слова. Подтверждаю ваши слова. Благодарю. Ура! Молодец! Молодец! Чае, чувство, умница! Молодец тогда уж. Молодец всё-таки отличается от женщины тем, что у него есть кое-что такое, что ширинкой закрывается. Правильно, богиня! Богиня! Умница, да, молодец и так далее. Когда на мою жену кто-то говорит «Молодец», я так подозрительно смотрю, думаю, не изменилось ли что-нибудь? Нет, вроде всё то же самое. Говорит, ты ничего не попутал, что так мою жену назвал? Вроде я… Может, она прям у тебя ходит? Нет, ну бог с тобой. Я вроде традиционной ориентации как-то… Мне как-то странно это слышать, что у меня жена «Молодец». Всё, поймал меня, пошёл за резинкой. Сейчас возьму ровно. Стоп, 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 не уходи. Зекундочку, сейчас будет. Вот он. Молодец. Ладно, экзекуция, прилюдная экзекуция, я тебя понял. Ещё не хватало тебе потом розги поставить, да, и самого себя пороть. Я Гриша… Я люблю этот момент, ура. Да, я Гриша, вопрос в эфир. Привет, Владимир. Первое. Как ты считаешь силы, произнесённых слов и сила осознанного мысленного посыла одинаковы по силе, к примеру, в молитве или благодарности? Мы привыкли к словам молитва всегда чего-то просить, умолять. Благодарность мы только дар несём кому-то, чтоб жить в ладу, прочитай лад, наоборот, тал. Вот бескорестное дай, и тебе вернётся слихой. Вот так правильный мир устроен. И никаких денег. Ничего не надо. Дальше. Кто такой Бафомет, упоминаемый тобой неоднократно? Может, я прослушал, пишет я, Гриша? Нет, ну, принято так, вот некоторые авторы есть тоже, что это Бог масонов. Но я считаю, что это подчинённый Господа. Всё же Верхний это Господь. Это один из подчинённых Господа. У него подчинение бесы. Выглядит он следующим образом. Нога это копыта. чисто копыта животных. И ноги как животного. Руки вроде бы нормальные. А вот голова напоминает пятиконечную перевёрнутую звезду. Два рога, два уха и вот такая козлиная борода. Женские груди. Вроде бы мужик, то есть Бафомет, то есть гемафродит. Ну, от Господа только он Адама съел, Адаму как-то гемафродита, поскольку но клонировал, а всё имеет две полярности. Мужской и женской начала, никуда не дейся. А раз он его одного, спустя большое время, только уже из его ребра клонировал, а из ребра или до ребра гемафродита, опять гемафродит. Значит, это гемафродит. То есть производная от Господа. Кто создал Адама, тот создал и пафомета, своё исполнительное, правую руку. Дальше Настенька пишет вопрос эфир. Если мальчики маленькие, то нужно ли пояс им одевать и подпоясываться с 7 лет? Благодарю. Поясываться надо всегда, это только плюс к развитию. Кроме этого, поясок на кубке ещё одну функцию великую выполняет. Вокруг этого движется сила, а вокруг силы по кругу, а вокруг силы формируется вот этот тор. И он мало что силу даёт, ещё защита очень мощная. Вот от всяких программ мысленных. Поэтому поясок очень важный момент и носить только на кубке и всегда носить. Испроста у нас на Русиле говорит, распоясываться, то есть неуправляемый человек, хаотичный, несобранный, разобранный. Вот, поэтому да, а мальчиков ни в коем случае не стричь, хотя бы до 7 лет потом что-то подправлять, как и девочек. Вы посмотрите, у всех дворян дети 5-6 лет, они все у них волосы какие, как у девочек. Для чего это развитие, развитие тонких тел, получение сил из пространства. Раз уже задали вопрос, что не надо этого делать. Ни в коем случае стричь нельзя. Пусть будет естественный процесс. И это они получают информацию из пространства. Зашпильем опередающую антенну. А если их обрежешь, значит все. Будешь голым, и здесь у тебя ничего, и здесь будет голым. Что, вы просто так, что ли, британцы бритые? Не просто бритые, а великобритые. Ну вот подумайте. Да, на празднике мужчина без пояса не допускался. Это как раз то, о чем ты сказал, что от распоясанного человека можно ждать что угодно. Дальше. Геннадий Коробов из Ютуба. А внутренний и внешний хоровод, какова их задача? Значит, посмотрите фильм «Процветание». Запишите. Значит, там ты увидишь, что настоящий Тор, та сила, с помощью которой творил Бог Всесущий, у него вот форма яблока. Внешнее поле крутится в правую сторону, а внутренне в левую. Вот она, числа Фибоначчи, вот она золотая пропорция. И вот здесь-то вот это вот движение, когда закручивается, внешний должен в правой крутиться, чтобы правильно, второй, который внутри, в левую сторону, а если четыре, третий опять в правую, а внутренне в левую. Вот тогда будет мощнейший поток силы, чистой, божественной. «Процветание» фильм, посмотрите. Нарада задает вопрос, как гонять тёмные силы от себя. «Живи на высоких вибрациях, ничто не прилипнет». Они любят низкие вибрации. Есть космические сущности, заблудшие, залетают. Они тоже питаются нашей жизненной силой. Они могут быть на высоких вибрациях. Вот здесь вот та фраза про Гожкину, «Энеология», что я произнёс. читайте книгу «Энеология» и ходите к нему на семинары. Он проводит в Москве раз в год, по крайней мере, семинары. Многому чему научитесь. Вопрос эфира к Михаилу из Москвы. Добра и радости тебе, Владимир. Как, на твой взгляд, какую роль в мироздании несёт такое растение, как белая акация, и как она влияет на людей? Благодарю. Из названия. Вот надо изучать язык. Всё наши щуры и пращины назвали не просто так. Название сохраняет, образы меняет. Вот реформаторы, паразиты социальные. Чтобы мы перевёртывались, разрушали. Это первое. Второе. Нет, просто она названа белая и свет белый. А какой чудный, аромат? Вибрации высокие. Вот аромат это питание для духа. Вот это почувствуете? Это питание для духа. Это чудная волна, высоковерен. Белый свет, он, во-первых, белый. Высокая, вибрация на высокой вибрации излучает аромат. Слово запах отсутствует в природе. Пах, знаете что? А что, с запахом это и запах. Пах нет? Нет паха. Вот. А я говорю аромат. Для развития просто так, по пути. Так вот, белый цвет, высокие вибрации. И вот этот аромат чудный, дает подпитку духу нашему. поэтому, какая у него сила, лево или право, это деревья, это тоже так же различаются, как и люди. Ель, у нее левое вращение, у нее ветки растут до земли, а акация, если она солнечная, когда их много, тоже, нижние ветки отсыхают, значит, это солнечная справа вращение, у меня растение, то есть наше дерево. Вот. Но там ссы заложено, универсальная сила, акация, ка душа. Вот она, ответ. Универсальная сила для души. Хорошо. Настенька, вопрос эфир. Нужно ли замужней женщине покрывать голову? Интуитивно не могу одевать головные уборы, чувствую, что канал закрывается. На природе можно ходить, конечно, и даже с распущенными волосами, когда вокруг тебя чистые, светлые люди. А когда ты находишься в большом потоке людей, ты хочешь, не хочешь, всю эту информацию с этих людей к тебе приходит. И через волосы к тебе, тебе это не нужно. Вот. Дома, в хорошей обстановке, перед мужем, да, можно распущенный, расчесанный волос. Очень хорошо, очень приятно. А в людных местах только так. На природе, да, распускайте. Только в там чистом пространстве. Но природу тоже надо чирку развивать и чувствовать, где какая сила. С левым, правым вращением. Это опять же, где тебе приятно, где неприятно. Это сразу, когда чирка чуть-чуть начала чувствовать, ты уже ощущаешь. Я с помощью биолокации развил это чувство. Вначале думают, дай попробуй, а потом провели биолокации. А потом уже мне сейчас основу, когда уже биолокации не нужно, а я вижу по внешним признакам и своим телом. А людям показать, я вот биолокации показываю. И вот вместо силы начал этот вопрос. Да, мы с вами био-батарейки. И земелькой матушкой, когда входишь в эти потоки, из земли покручайся, покрутись на в левую сторону, где выходит из земли. А где входит землю, в правую сторону, но по золотой пропорции, по числах фибоначчи. Соотношение 1,61. То есть на 60% больше должно быть право вращение. И всё, гуляй домой. Ты наполнен силой и так далее. Но, одним словом, ты можешь эту силу потерять. Сейчас я произнесу, чтобы вы знали эти два слова. Потому что слово можно и возродить, и убить. И слов программ, очень много слов программ, очень много. Вот, например, я не хочу тебя видеть. Так, я всё хочу видеть. Сразу говорите, что я корректирую. Значит, что, потеряешь зрение, тому навязываешь эту программу, уже подцепила программу человеку, что не хочешь его видеть. Решить его видение не в себя. Заложена программа. Так, ты мне там что-то в печенке, в селезенке и так далее. Или всю плешь перейдал. Вот такие фразы, они программы. Так, всё моё, всё моё мне. И, когда ты наберёшься силы, двумя словами, да ещё и с восхищением, ничего себе, всё моё мне. Вот именно двумя словами, ты теряешь свою жизненную силу. Прежде всего, жизненную силу. Так что, изучать вот эти слова, слова программы, их в интернете, так и наберите, слова программы, и позитивные, и негативные вам вывалятся. Вот такая вот перечень. Вмедляйтесь, изучайте. Так, дальше. Сергей Агарков из Ютуба вопрос уфер. Мы меняемся, стареем. Какая разница? Как это назвать? Время или изменение? Суть же не меняется. Значит, Дух наш, Он вечен. И вот эти вот кратковременнее жизнь на Земле, для него это маленький миг. Совсем маленький миг. Поэтому для него это ничего не происходит. Но задача Духа всегда развиваться, перейти на высшую степень. Вот. А физическое тело это наш костюмчик, как вот, который мы его носим, носим, он состарился, издерявился, и всё, надо, и что, и он, расстаться с ним, с лёгкостью. Вот. И точно так же и тело у нас. Если мы будем владушить, да, она будет очень долго нам служить. Очень долго нам служить. Но для этого надо быть очень осознанным и жалеть о потере этого костюмчика не нужно. Дальше, Настенька, вопрос в эфир. Нигде не найду информации. Спать с распущенными волосами или в косу? Благодарю. Если у тебя пространство хорошее, а если ты не в патогенной зоне, а сразу могу сказать, что архитектура у нас такая, что все дома у нас патогенные, но спать в косе тяжело, рвёт, тянет косы. Вот. Поэтому здесь какой-то вариант. Чепчики наши, помните? о дворяньих чепчиках спали. Типа клоунов с такими длинными вещами. Это не просто так. Хотя у них пространство было значительно чище, чем сейчас у нас в муравейниках. Это не дома, это склепы. По плане сил. Ну, если пространство я положил под кровать, то я спокойно сплю. Тот я защищу. Да, у меня жена распускает волосы. Потому что я знаю, что всё прекрасно. А когда в патогенной зоне, этого делать никак нельзя. Особенно в чужих местах. Где ты приехал в гости, в гостиницах и так далее. Там соберёшь информацию, потому что к чему человек прикоснулся очень долго остаётся информация об этом человеке. А какие там люди побывали, сколько их побывало. Поэтому даже очень простое даю практику вам вспомнить. «Я и ты, мы с тобой одной кровью». Хорошие слова, очистительные. Могули. Как он со зверями, звери, он находил общение. Эту фразу говорил. «Я и ты, мы с тобой одной кровью». Так что всё живое. пришёл, допустим, в метро куда-то в поезде едешь, ручкой вот так вот против вращения крутишь, я и ты, мы с тобой одной кровью схлапываешь эту информацию. Всё пространство почистил. Эту постель почистил собственной силой, собственной информацией. Дальше? Да. Геннадий Коробов, реплика в эфир. «Может и больно, но если не выполняешь задачу здесь, заложенную родом, то и делать тут тебе нечего. Грубо, но верно, правильно». Да. Всё правильно. Ну, тогда и дальше от Коробова читаем, от Геннадия, реплику в эфир развитого. «Большая редкость с сигаретой или ещё с чем-то подобным делаешь замечания в драку лезут». Ну, пока везло, сам наваливал словесно, доходило, но не сразу. Вся суть в том, каким ты к человеку подходишь. Я вот привёл пример, да? Он весь такой разбитной, он весь такой крутой, руки вот так, вот у него ходит улица, улица, ты, брат, пьяна, руки вот здесь чем-то бинтами замотаны. крутой мужик идёт. Бросил сигарету. Я-то к нему подошёл с любовью. Чё ты делаешь? Давай я тебе расскажу. На мне всё написано доброта. Да, если ты подашь, ты что сделал? Получишь. Реакция моментальная. разный подход. В каждом людям нужен подход разный. В Старицыно был на празднике, толпа народная, плотно друг к другу стоит, один мужик вот курить нужно, у него наш красный стоит, закурил, потихоньку курит. Редышком со мной. Я ему на ушко говорю. Слушай, ты себя травишь, но больше травишь окружающих. Лучше бы ты наложил, пусть плохой аромат, но он меня не травит, а это меня травит и всех окружающих. Чё, он быстренько потушил? Давай ему тихонько на ушко, чтобы он один слышал. Когда ты скажешь при людях, реакция будет отрицательная, то тебе такое понесётся, такой словесный понос пойдёт. Понятно. В общем, всему нужно своё время и свой подход. Геннадий Коробов, реплика в эфир из Ютуба. Сова, герб на знамени Великой Тартарии. Ну, правильно, мудрость. Всё верно. Александр Зачиярова, реплика в эфир из Ютуба. Аврамические учения, то есть религии, тоже толпы людей за счёт страха держат в своих лунных культах. Конечно, всё именно так, как принцип управления миром. Если хотите, я расскажу о принципах, которых нас закабалили, как управляется мир. Я могу рассказать об этих принципах. Нужно? Надолго? Ну, две две. Время у нас осталось очень мало, вопросов ещё много. Давай в следующий раз мы расскажем об этом. Следующий вопрос от Настеньки, вернее, не вопрос, а реплика. Благодарю за наглядный опыт с рамкой, теперь есть понимание, почему это работает. Интересно, что в Америке официально с помощью рамки ищут воду, где делать скважину, но не объясняют. Дальше. Татьяна, вопрос в эфир. Наша жизнь современная очень суетная, особенно в городах, особенно у молодых людей. Работа, забота о детях, бытовые хлопоты. Как при такой каждодневной загруженности ещё суметь повысить свои вибрации? Благодарю. Посмотрите фильм «Три идиота». Это был хороший урок и хорошая рекомендация. Значит, вот это и наш урок. Вот это наше обучение. Вот только-то нас это закручивало в такую систему, матрица, которая закрутила, она должна, мы не должны ей поддаться. Поэтому в состоянии покоя надо находиться всегда. Тогда приходят правильные мысли, быстрое решение поставленных мыслей, а в суете ничего хорошего не получается. Поэтому один из факторов это непременно быть в покое, и спокойствие души и принцип «Чтобы не случилось, всё хорошо». Трудно осознавать, конечно, гибнуть дети, болеют дети, уходят дети, уходят родственники, но в любом случае, вот два года назад я похоронил сестру, я сделал так, что уже никто не плакал. Половина отказалась пить спиртное на поминках. Но не хочет душа наша страдать. Мы, когда страдаем, мы себя убиваем. А душа умершего это не желает, она с нами, она это всё видит и страдает вместе с нами. И это не нужно, и нам это не нужно. Когда приходит понимание, то всё становится на место. Идём дальше. Правда, тут, так вот себя пометил в Ютубе, написал следующее. Насчёт формы Земли. Тут я постоянно слышу о том, что форма Земли не имеет значения и что это вброшено, дабы нас поссорить и разделить. Возможно, но всё же я считаю, что это реперная точка. Значит, всегда репер определить, кто с кем, кто куда на тонн репер. И вот сейчас вот это разделение по вертикали и горизонтали идёт очень интенсивно. Это одна ещё из позиций, чтобы нас разделить. Когда ты входишь в спор вот эту информацию, ты входишь на низкие вибрации, начинаешь доказывать. Ни на ничего никому доказывать. Не надо это делать. А посмотрите, там какие баталии идут. Комментарии почитайте. Там такие баталии идут. До оскорблений. До диких оскорблений. Зачем? Кому-то. Значит, это кому-то нужно. Вот это идёт разделение. Вот ещё один способ бафомета, скачать на силу и растащить по разные стороны баррикад. А так, а вдруг все пойдут светло? До 10% достаточно на территории России матушки, проснувшись. И никакой грязи, темноты на всем земном шарике не будет. Вот этого и боятся социальных паразитов. Это один из способов. Я вообще, мне кажется, табу надо вводить на Народно-славянское радио, чтобы говорить про Землю. Потому что люди настолько сейчас уперты, что они готовы из-за вот этого всего грызть глотки своему собеседнику, своим собеседникам. Это ужасное явление, которое нас на самом деле разъединяет. Нас это разъединяет. И так уже мозги большинства плоские. Тут ещё выбрасывается столько различной информации, которая просто растягивает по углам. Не этим сейчас надо заниматься. Надо объединяться. А вы клюёте и ведётесь непонятно во что и непонятно зачем. Дальше. Общее правило. Помни всегда, когда ты перешёл на низкие вибрации, ты отдаёшь силы кого-то кормишь. Тот, кто тобой управляет и кто тебя загнал в эту позицию. Вот и всё. Для этого тебе это раскручивается. Всё. Для этого негатив всякий передаёт посредством массовой дебилизации. Пока. Понятно. Так, Велимир. Герц — это одно колебание за одну секунду. Секунда — это единица измерения времени. Если длительность процесса или длительности процесса, тогда что значит фраза «нет времени»? Ну вот, наехали на то, что вроде бы одно противоречие другому. Нормальный, хорошая подметка, мыслящий, молодец, опять же молодец, умница. Значит, попал опять. Дело в чем. Ты не попал, это был Велимир. Ага. А Велимир может быть молодцом, даже очень. Так что зря себя хлопнул. В кредит. В кредит. Не стретировался, но лишний раз не помешает. Хлопнул, чтобы быть внимательным, да? А чтобы быть внимательным. Значит, Велимир, здесь нас интересуют периоды. Вот почему у шумеров нуля нет? Они его не писали, у них просто были клинопись. Цикл закончится, раз, появляется уголок такой. Второй цикл, второй, третий, черт и нет. Десять, сразу большой, липоперил, вдоль клиныша. Ага, вот это уже десять циклов. А нуля нет? И здесь вот период свершился, все движется по спирали. Правда, в другом качестве. Вот это есть период, спираль закончилась. Вот он свершился, вот это единица. А время, одна секунда, это искусственное порождение на земле матушки. И то, часов-то у нас много. Вот наберите кремлевские часы, то есть, часы Кремля XVII век. Вы посмотрите, там отправная точка, солнышко вверху. И вот это была щетка отчета. Центр стабильный, а дальше вращались. Там 17 значений, 17, было 16 часов. Вот. 16 знаков зодиака. Все, вот такие часы. Это были правильные часы. Все относительно солнца ходило. На разном, везде по-разному. Искусственное происхождение на нашей. Вот. Один из знакомых мне волхов, он создал часы, в котором в минуте 100 секунд в соответствии с нашим альфа-ритмами. А в часе 108 минут по числу богов наших. А в сутках 108 часов. Вот. Если наши биоритмы будут с этими часами сонастроены, то минимум втрое мы будем дольше жить. В отечестве, которые созданы, они нас тоже разрушают. Поэтому мне, вроде бы, внешние несогласия, на самом-то деле согласия. Я почему рекомендовал второй фильм тематика посмотреть. Там вот как раз в шумерском одновременно 60-ти речном и 10-ти речном системы исчислений. Так сейчас наши часы созданы. Именно по этим двум измерениям. плюс араб добавили, чтобы уже вроде бы ни к чему, потому что мы пишем-то по-другому. А сама система вся закручена по этим двум вещам. ну, где-то вот так я из этой вроде бы неразберихи попытался выбраться. Дальше Настенька тебе вопрос задаёт. Мне хочется служить людям, но не знаю, чем именно могу быть максимально полезна. Нужно проявлять инициативу, искать или ждать, и высшие силы сами приведут туда, куда нужно. Благодарю. Настенька, всегда кому-то служишь, ты служишь не себе. Ты сотвори себя, спаси себя, а потом вокруг тебя спасутся. Поэтому нас заставляют служить везде, в армии, в храмах. Богу служба не нужна. Ему нужен ты, духовный, сам разовейся, ты Бога разовьёшь. Развейся сам, Бога разовьёшь. А когда ты начинаешь служить, ты отдаёшь силу кому-то. Не надо никому служить. Да, своим образом, своими потоками силы отдавай любовь всему окружающему всё живое. Сказку Репкис посмотри. Вот. Всё живое вокруг, всему отдавай любовь. Тебе слегкой творец её вернёт. Я хотел рассказать фразу, значение фразы «возлюби врага своего». Только когда я понял эту фразу, я её отрицал, не мог я возлюбить врага. А когда понял, что мироустройство построено на информационно-силовом обмене, я сразу её принял и понял. Всё правильно. Рассказать вот это нужно? Ну, расскажи, расскажи. Что происходит когда ты посылаешь агрессию к врагу? он тебе же такое натворил, ты же ему агрессию посылаешь. Значит, когда ты переходишь на низкие вибрации, ты себя разрушаешь. Я отправил этого на низкие вибрации силу к нему, она моментально туда прилетает, мгновенно, миллиард раз быстрее скорости света. Моментально прилипает эта программа к нему. Но тебе-то себя после этого восстановить надо. Ты еще формируешь еще такую же силу, чтобы себя восстановить до той точки, в которой ты была. А в этом случае тебе творить сила не дает. К врагу пришла эта сила, он подкрепился, он на этой вибрации живет. Ох, как сегодня что-то хорошо. Вот. Теперь когда ты ему посылаешь любовь. Она все преобразует. Я на одной из передач тоже из интернета взял, что делает любовь. Вот. Ты ему любовь на высокой частоте, а он на низкой вибрации. А это программа, которая все время висит на нем. Она все время его будет долбить. Она ему не комфортно становится. И вдруг думает, да я ведь что-то нагадил. Ведь я не прав. Мир стал лучше. Теперь а ты что касается человека, который отправляет эту силу, он же отдает любовь. И творец лихвой восполняет запасом эту силу восполняет. Вот такой процесс, когда понимаешь информационно-силовой нет, что все построено, все сообщающе сосуды. понятно. Благодарю за ответы, благодарю тебе за то, что ты столько потратил интересного своего жизненного времени на интересное общение с нами. Все вопросы зачитали, все реплики озвучили, и приходит время подвести итог сегодняшней нашей встречи. В заключении что-то доброе, вечное по теме скажи нашим радиослушателям и зрителям Народного Славянского Радио. Все, что я говорил, я все говорил для пользы. Поэтому самое главное, вот понимаете, что все есть свет, все движение силы, есть движение силы, изменение движущейся силы, все вот это есть. Поэтому пробуждение вас, осознание, вот, и готовьтесь, и уже сейчас надо принимать ту силу, которая идет с космоса. Галактический ветер идет на нас. Уже Данилов Сергей рассчитывал, что 53 года будет идти, но прошло где-то уже 5 лет с тех пор. Так вот, еще будет 48 лет идти по нарастающей силой, вот такими вот, чтобы мы успевали к ней приспосабливаться. Это есть, уже утро сварога пришло, по полной нам программе оно пришло, потому что все есть сила, есть сила. Поэтому любви всем и все я, устремитесь к ладу своими ближними, когда наведете лад своими близкими, земля сразу будет чище и лучше. Принимайте все такое, какое есть и любите все это. И трансформируйте через любовь. Благодарствую. Мне в заключении остается напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей 27 июля 2017 года четверг по одному из старинных 26 день месяца получения даров природы 7525 лета шестица. Мы говорили сегодня с Владимиром Николаевичем Артамоновым на тему, что сейчас происходит вокруг нас и с нами. На этом надо уже заканчивать мне эфир. Желать вам всего самого доброго. Благодарю тебя за то и благодарю тебе, вот и по-старому и по-новому, и тебя, и тебе, как всегда, да? Потому что у нас люди привыкли так, слушать, для них это непривычно. Ну а те, кто понимает, значит, понятно, что благодарю, понятно, что тебе. Поэтому я произношу и так, и так. За то, что ты, еще раз повторюсь, очень много интересного рассказал, высказал достаточно интересные свои мысли и разумение. Многим, надеюсь, это пошло на пользу и пойдет дальнейшим на пользу, даже если вы сейчас что-то еще не осознали. Также низкий поклон тем, кто нас слушал и смотрел, писали вопросы в чате и на канале Ютуба. Не стесняйтесь, ставьте, как часто модное дурацкое слово, лайки, пишите вопросы, потому что по ним мы будем проводить новые передачи, раскрывать новые темы. только благодаря вам у нас могут быть интересные и полезные передачи. Если мы просто будем сами в своем соусе лариться, сами друг с другом общаться, это будет наше общение, не более того. А когда мы общаемся все вместе, мы находим то решение, которое необходимо сейчас. Ты что-то хочешь добавить? Да. Значит, я стремлюсь ответить на все комментарии во всех своих выступлениях. Меня находят люди уже, кому хочется продолжить это, вплоть до того, что уже обмениваемся скайпами. Вот. Раз интересно, почему? Я вот это отдаю себе с любовью, что у меня есть, а значит, что я делаю? Я выполняю свое предназначение. Я пробуждаюсь других, пенделя под зад даю. Вот такой сказочный пенгик. Ну, в перспективе может быть еще чего-нибудь сделаем, да. Ну, вот я, как предположение, сказал, что надо все же дать людям путь изучения образного языка. Это мой путь, это мой подход. Кому-то пригодится, ура, я буду счастлив. Вот. Но еще задумали, потом что-то посмотрим, дальше что. Вот. Что-то получится сказочное. Хорошо. Хорошо. Ну, на семье прощаюсь. Желаю всем добра. До новых встреч. С вами был Народно-славянское радио Алексей Орлов и Владимир Артамонов. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть. Субтитры сделал DimaTorzok